ну что начнем спасибо что пришли в такой выходной день по зиме по снегу да не поленились значит наверное интересно ну я постараюсь вас не разочаровать так тут задержка я так понимаю в трансляции поэтому наверно надо будет ожидать пока здесь народ чего-нибудь услышат ну так или иначе значит наверное давайте начнем с того что я представлюсь узнаете кто я вот заодно дадим народу может быть еще кому-нибудь шанс подойти я вам пока такая скучная часть зовут меня вадим зайцев закончил я хиси это харьковский инженерно-строительный институт в прошлом если кто не знает вот и факультет архитектуру после того три года преподавал там же архитекторов с преподаванием немного знаком но и в процессе как раз этих вот трех лет преподавания как-то для себя определился что больше тянет на разработку игр да на создание чего-то нового таким таким образом реализацию своего видения мировоззрения да вот через образы через холст если кому-то угодно как художником а водной нас начал постепенно к этому идти занялся самообразованием я так понимаю какие-то проблемы у нас есть для а а звука у нас нет очевидно на тихий так только мне чтобы видно было тоже как-то народ то что пишет там да мне желательно сейчас чтобы мало ли может если какие-то комментарии там и так далее на может трансляцию установить тогда задержка здесь есть да то есть те комментарии которые то есть то что я говорю комментарии они позже будут приходить но если что-то спрашивают а сколько здесь задержка приблизительно по времени минута я понял хорошо так хороший звук да видно пока только windows народ сейчас сейчас все будет вот и постепенно занялся самообразованием да то есть в пятнадцатом году посещал такие же курсы с преподавателем оли стеродукцией и это откровенно говоря дал мне очень большой опыт много знаний и помогло откровенно говоря до прорваться то есть естественно да если вот так вот издалека начинать и потом поставить перед собой такую заветную мечту до попасть прорваться в геймдев чем дальше со временем тем в геймдеве естественно конкуренция растет до каждый год выпускается новый народ то есть появляются такие курсы идет самообразование в интернете валом материала народ организовывается принимает опыт и конкуренция конечно большая поэтому то есть достичь такого вот результата как прорваться в геймдев это конечно очень большое достижение вот и она естественно дает большую мотивацию дальше заниматься совершенствоваться и продвигаться еще дальше вот значит сейчас я работаю на фрилансе сотрудничаю и с местными заказчиками и зарубежными заказчиками то есть естественно это очень большой плюс если выйти на зарубежную базу до расширить свои горизонты и тогда конечно можно в качестве фрилансера существовать в наших тяжелых реалиях на вот работа в студии конечно то есть у нее свои плюсы и откровенно говоря то есть фриланс фрилансом но все таки наверное моей конечной целью является все таки работа в студии потому что коллектив это творческая атмосфера да или когда сидишь дома четырех стенах на уткнулся в свой компьютер там да конечно там свой ритм то есть сами себе выстраиваете расписание но кому-то так удобнее кому-то все таки удобнее в студии ну в общем вот таким вот образом то есть это вот я ну а теперь приступим себя громче ну ладно кому-то громче может быть кто-то громче может у себя сделать звук ютуба или колонки вот надеюсь что все нормально слышно так ну давайте теперь приступим непосредственно к теме нашей творческой встречи так сейчас я все это дело открою и тут она закрывается но значит поговорим сегодня о концепт арте да прежде чем мы начнем хотелось бы провести небольшой такой опрос до из присутствующих то есть чтобы сразу как-то определить куда 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 станислав подойдите пожалуйста станислав мне обещал что слайдшоу не будет у меня обманул слайдшоу идет на вот ладно пока разберемся с этим значит кто из вас здесь присутствующих является слушателем курса по 3d есть из таки да хорошо кто из вас уже является практикующим концепт художник здорово здорово кто из троих поднявших руки работает в студии фрилансеры понял хорошо отлично значит я почему все это спрашиваю то есть у нас как бы и курс базовый на то есть это курс в первую очередь для 3d ников то есть те кто здесь проходит курс 3d и захотели узнать основы концепт арта вот и соответственно мой доклад тоже он такого базового уровня до с определенными основами станислава вы меня обманули здесь слайдшоу идет то есть я когда включаю да через вот это вот дело она идет слайдшоу это раз и все равно низкая вот так вот я понял вот это жалко конечно затемняется ну ладно я понял хорошо а у значит и так как у нас нами с вами все базовое то и поговорить хотелось бы о базах базе да то есть начнем с того что мы определимся что же такое концепт арт для чего он нужен и вообще каким образом он существует в рамках производства определенного продукта да будь то игры путь то киноиндустрия но конкретно мы поговорим все таки больше наверное про игры так как у меня в этом плане больше опыта но местами затронем и киноиндустрию в том числе значит что такое концепт арт концепт арт это в первую очередь идеи и концепт-художник как источник концепт арт это в первую очередь генератор идей то есть это основная задача концепт-художника это его хлеб ежели концепт-художник не способен генерировать большой объем идей то успеха он определенного не добьется к сожалению значит если сравнивать допустим художника с тем же иллюстратором допустим вывод как художник или вот допустим человек который скажем закончил художественное училище он умеет рисовать здорово у него отличная техника рендера у него получаются красивые иллюстрации и он захотел стать концепт-художником да пошел поставил себе такую цель на вот он там может красиво сделать картинку может и красиво презентовать но он не будет востребованным концепт-художником почему потому что однако картинка это одно а генерация идей это совершенно другое и зачастую тот вид в котором генерируются идеи концепт-художником они ну очень далеки скажем так от презентабельности и там не на этом акцент делается то есть едем дальше значит направление концепт-арт в концепт-арте у нас существует я выделил пять основных направлений на 2 2 это самых крупных направлений это персонажи локации да тут уже без разницы будь то киноиндустрия будь то игрострой везде есть персонажи везде есть локации на и этим концепт-художник занимается кроме того более мелкие уже разделы это концепт оружия концепт техники техника это начиная от автомобилей самолетов заканчивая там с чем-то футуристическим допустим роботами там мехами и так далее ну по сути одно и то же и концепт предметов то есть так называемые props и это допустим концепт зелий скажем там до колбочки всякие разные красивые там и так далее то есть это вот концепт предмет значит основные свойства конце значит что характеризует хороший качественный конце узнаваемость в первую очередь да то есть если вы как концептер подаете идею вы хотите чтобы она была узнаваем то есть спустя определенное время до когда это уже идея реализовано когда она увидела вышла в свет когда ее увидели тысячи и тысячи потребителей вы хотите чтобы спустя там энное количество лет все ее вспоминали и все знали что это конкретно вот продукт такой-то и такой-то допустим на скажем ну тут стоит отметить что узнаваемость как мы определяем узнаваемость допустим то есть у нас есть какой-то концепт ну допустим давайте самый очевидный пример да там какой-нибудь тоже чужой да как персонаж все знают как он выглядит все знают его там характеристики да вот этот клюв который высовывается но это все в деталях то есть мы видим он прорисованный если мы закрасим все черным до ставим только силуэт силуэт это одно из основных оружий концепт художника оставим силуэт то по силуэту мы даже не видя деталей мы все равно сможем узнать и понять да что это чужой по его строению да то что у него хвост у что у него все также этот клюв высунут то есть он силуэте все равно будет виден это является основной характеристикой узнаваемости то есть что силуэт при прочтении силуэта мы все равно можем понять что это тот персонаж а не другой другой пример допустим я знаю из звездных войн ходоки вот эти четырехногие до роботы точно так же неважно видите вы в деталях видите вы в силуэте вы все равно если вам показать силуэт этого четырехногого ходока да вы все равно я думаю узнаете что это именно но что это робот из звездных войн и таких примеров на самом деле очень много примеров из успешных продуктов то есть из киноиндустрии из игр и это как раз первую очередь означает что концепт-художник справился со своей задачей то есть концепт-художник достиг желаемого результата он достиг узнаваемости своего продукта и это уже можно сказать каноничность да то есть этот продукт к стал каноничным читаемость в концепте тоже очень важная вещь значит здесь я хотел бы сразу оговориться когда мы говорим о концепте на что мы представляем под концептом то есть вот у нас есть слово концептор да и он каким-то образом образом изображается значит когда мы допустим заходим на тот же арт-стейшн да и мы видим ну давайте сразу переключимся на персонажей да то есть нашу основную тему и когда мы видим персонажа допустим то есть что мы говорим концепт-арт эта идея да то есть изображен персонаж он допустим вот подана какая-то идея но зачастую то что мы видим вот в таком знаете готовом вылезанном грубо говоря виде да даже при том что мы дальше немного поговорим о характеристиках концепта то есть что какие что у него должно быть какими свойствами он должен обладать кроме того что мы сейчас говорим но я сразу хотел бы разделить то есть то что мы видим допустим персонаж да стоит просто персонаж у нас там допустим на проработанные все красиво все аккуратно сделано от рендере на отрисовано все классно там с бликами совсем это не концепт сразу как это концепт но это презентабельный концепт да то есть это ну можно сказать промо арт концепт для продакшена то есть если мы будем говорить да опять же таки в рамках игровой индустрии киноиндустрии для продакшена концепт это нечто такое совершенно не презентабельное то есть она на самом деле не предназначено для публикации на широкое обозрение концепт он на самом деле в основном даже более схематичен извините это инструкция концепт по сути на ежели концепт художник работает в команде и его результат его деятельности потом переходе дальше к другим специалистам 3d моделером в основном да то есть по концепту там делается 3d модели в играх или же там скажем костюмером фильмах которые будут костюмы делать для персонажей а то концепт в первую очередь это именно инструкция это схема и эти схемы они у них нет цели быть такими вылезанными презентабельными главное в них это то чтобы их понимали специалисты которые дальше будут с ними работать и поэтому вот когда мы говорим о концепт арте в первую очередь я хотел бы иметь в виду именно вот такие концепты до схемы то есть так называемый концепт щит ну не щит который через ай конечно да а через 2 и то есть раскладку концепта и поэтому вот здесь я отметил читаемость то есть читаемость элементов когда вы делаете концепт когда вы передаете его следующему звену специалистов то специалист когда он посмотрел на ваш концепт он должен понять что здесь конкретно изображено именно вот то что вы хотели изобразить и чтобы ему не пришлось дергать вас там по 10 раз в день звать его к себе за компьютер и спрашивайте как вот там этот элемент выглядит как этот элемент вылетит он должен посмотреть и понять что здесь конкретно так так и так все простота восприятия точно также оригинальность обратите внимание оригинальность я поставил последним пунктом и это не просто так на самом деле если сразу говорить в общем на сегодняшний день сделать что-то оригинальное давайте будем честно крайне крайне затруднительно то есть спустя уже сколько больше трех тысяч лет деятельности человека до человека и природы я обращаю ваше внимание природы в первую очередь кстати говоря потому что природа это универсальный источник форм цветов сочетаний то есть всего это в первую очередь природа а потом уже человек человек и в том числе как концептер да он естественно черпает свое вдохновение у природы то есть но если он конечно знает где искать и что природа это на самом деле здорово и там можно много чего найти то спустя вот эти вот больше трех тысяч лет сделать что-то оригинальное такое ну совершенно оригинальная дата ну это крайне затруднительно в основном уже идет скажем так определенная интерпретация до чего-то увиденного чего-то а может быть даже и не увиденного то есть человек когда и кстати говоря я сталкивался с таким это довольно распространенная вещь когда человек даже не зная что существует допустим та или иная форма да то есть вот концептер да он садится там думая долго там ищет форму там придумал потом здорово то он ее не видел да и для него она новая то есть она интересная концептер рад все значит наконец-то вот я пришел к такому решению а допустим потом он выкладывает и в интернет конечно да и ему в комментарии сыпется куча примеров то есть а ты там это повторяешь это там было это там было да и концептер сразу становится грустным потому что во первых видите и знать все естественно невозможно да то есть однозначно в первую очередь у концептера должна быть невероятная визуальная база концептер ну как генератор идей до такой демиург на полставки то есть он должен много чего знать для того чтобы грамотно выполнять свою работу и поэтому то есть вот это оригинальность да ее можно достичь в той или иной мере но опять же таки ежели мы будем говорить о заказчика и о индустрии то оригинальность это своего рода риск на который далеко не все заказчики пойдут и когда заказчик обращается концепт-художнику и он дает ему то или иное задание то допустим вы создаете там энное количество вариантов и допустим вы делаете там 8 каких-то там уникальных оригинальных попытки да там уникальных оригинальных вариантов и делаете там два более-менее стандартных то есть таких уже проверенных дизайнов там да то есть я не говорю о том что там четко повторение тому ты да там от как чего-то увиденного да ну более-менее там ну скажем там гуманоидом двуногие двуруки там с одной головой там в отличие от трех ног там пяти рук там и так далее заказчик на самом деле ежели он не готов взять на себя риск с риском связано что в первую очередь это вложенные деньги до любой проект он стоит денег и поэтому заказчик он сам общается с инвесторами и допустим если инвесторы там скажем дают ему добро давай там все самое сумасшедшее дело все то да эти из этих 8 вариантов там будете выбирать но зачастую выберут что-нибудь из этих двух ну точнее возьму два и скажут сделай нам еще 20 только вот у таких вот потому что риски это штука довольно опасная и потерять деньги если она не хочет никто поэтому оригинальность она обязательно должна иметь место быть в дизайне но далеко уехать на ней не всегда получится едем дальше теперь поговорим уже конкретно например то есть я сделал на самом деле очень большую ошибку и у меня я всегда каждый день по тому же арт-стейшен уважаю до смотрю там нахожу кучу всяких интересных там дизайнов примеров то есть я это себе все сохраняю у меня куча этих папок со всеми этими примерами я насобирал сюда кучу слайдов то есть слайдов я сразу говорю слайда сегодня будет много да то есть я постарался 2 принесет нужно больше визуального материала потому что у нас на архитектуре как всегда говорили то есть оружие архитектора это карандаш да то есть и то же самое я бы хотел сказать про художника то есть я постарался сделать минимум текста и побольше вам визуальной информации ну конечно тогда побольше говорить придется ну это хорошо конкретно этот персонаж давайте определимся это концепт вроде конце у нас есть персонаж от него у нас ничего не отвлекает правильно то есть фон ну вроде с какой-то там попыткой на что-то сложное но по крайней мере то есть нет там что-то на заднем нет чего-то на заднем плане у нас в первую очередь глаз выделяет персонажа нам по силуэту вроде тоже интересно то есть есть у него из за спины торчат рукояти клинков то есть такой агрессивный силуэт да с острыми элементами но вот давайте на секунду представим да что вот нам дали этого персонажа а вам нужно дальше с ним работать и особенно тем 3d ником которые здесь присутствуют на то есть вот вам нужно сделать модель этого персонажа скажите возникают у вас вопросы по поводу этого персонажа или нет возникают до основной вопрос какой что он прекрасно что у него сзади более того в я специально подобрал этот пример почему потому что сзади у него куча мечей налеплена правильно еще кинжал давайте я еще буду показывать для онлайна куча мечей кинжал у него сзади торчит правильно здесь вот у него еще рукоять торчит то есть как у него это куртка сзади идет то есть когда мы делаем модель правильно мы должны понимать как что и где у него работы то есть концепт художнику конечно может быть когда-нибудь посчастливится и у него попадется там какой-нибудь гениальный 3d шник до вундеркинд который скажет все отлично этого мне хватает я все остальное сам придумал все ты мне не нужен уходи ну и концепт художник уйдет довольный то есть и еще это естественно сэкономит ему время но опять же таки то есть это то о чем я говорил в самом начале то есть вот это концепт лет до концепт то есть эта идея определенная правильно выраженная на холсте то есть у нас есть персонаж у него есть определенные характеристики все замечательно но пригоден ли этот концепт для продакшена для дальнейшего производства нет естественно он не пригоден и поэтому я и заранее оговорился что это даже несмотря на то что здесь есть идея и это можно условно называть концептом это промо-арт то есть он предназначен для того что ну вот как допустим там большинство художников до которые там скажем для себя какой-нибудь проект рисуют естественно никому не хочется сидеть там долго вырисовывают там с разных сторон его да там виды спереди виды сзади там сбоку там всякие детальки все это сидеть это же кучу времени отнимая да то есть это не то есть вы уже все сделали вы придумали идею у вас есть даже там если условно говоря вы начинали от 15 до то есть вы разработали прошли всю все стадии разработки этого персонажа получили вы той такая трендере для красиво Конечно, в первую очередь хочется поделиться, показать народу, вот я вот такой персонаж придумал. Это здорово, но это концепт, который не подходит для продакшна. То есть сразу с этим мы разобрались. Почему оно здесь есть, я не знаю, ладно, это я убирал. Хорошо, едем дальше. Вот, два изображения. Концепт или это? Ну, пожалуй, опять же таки, да. Потому что у нас есть, опять же таки, голый фон, у нас есть персонаж. Слева у нас более динамичная поза, справа более статичная поза. Но, опять же таки, что плохого в этих изображениях в плане продакшна? То, что они к нам развернуты боком, правильно? То есть, что слева, что справа у этих двух изображений, мы совершенно не имеем никакого представления о том, что на персонаже. Какие детали на нем есть, особенно у правого. Это я к чему, что когда мы говорим, что мы разрабатываем концепт и мы хотим показать идею, то у правого персонажа идея ограничивается одной рукой и одной ногой. Ну и клинком, да? И маской. Все. То есть, это в качестве, грубо говоря, иллюстрации, да? То есть, ну на самом деле, иллюстрация это тоже не совсем бы подошло, потому что у нее фона нет. Нету ни фона. Ну, дальше мы поговорим о различии иллюстрации и концепта. Но это и не туда, и не сюда. То есть, вроде бы персонаж отдельно, вроде бы концепт, но полной информации о нем мы не имеем. То же самое слева. Слева это работа корейского художника Джу, но, к сожалению, дальше я не нашел, как его зовут. То есть, здесь акцент, естественно, на самом главном элементе, да, для большинства азиатских художников. Все. То, что происходит с ней в других местах, уже, наверное, никого, по их мнению, не волнует. То есть, как там кольчуга идет, да, то есть, что у нее там на ногах и так далее, неважно. То есть, концепт ли это, концепт чего, сразу, да, будем думать, ну, какой-то части персонажа. То есть, сразу для себя мы представляем, что нам, как концепт-художнику, нужно донести до потребителя или до коллег, которые в дальнейшем будут работать с нашим концептом, как можно больше информации. Это реалии, концепт-арта в продакшене, чтобы сразу не было иллюзий, да, что, допустим, я там, скажем, что ж ты появляешься? Я там, скажем, нарисовал красивую картинку, да, там с кучей кинжалов, там, даже при том, что это вид спереди, это замечательно детализированная работа, да, то есть, по вот этому виду спереди никаких вопросов вообще нет. Здесь все видно, все отлично, все понятно, то есть, добавить к этому вид сзади, да, все, можно моделить абсолютно спокойно, нормально. Ну, может быть, может быть, я подчеркиваю, здесь и есть вид сзади, но он не показан, то есть, концепт-художники, как я и говорил, то есть, концепт-это далеко не всегда вот такая идеально законченная работа, а показать зрителю для оценки, да, творчества, естественно, всегда хочется самое законченное, самое красивое, поэтому это может быть тем самым единственным законченным творением, а все остальное, вся остальная информация, она может быть не закончена и может быть не представлена нам как зрителю, но, ежели мы беремся судить, как зритель, да, о потенциальной своей работе, то есть, да, я там, концепт-художник, я вот открыл это изображение, посмотрел и понял, что вот моя задача сделать вот так, нет, наша задача гораздо сложнее и гораздо объемнее. Вот, вот теперь мы дошли уже до вещи гораздо более практичной. Естественно, я думаю, многие знают, Mortal Kombat, Reptilia, да, то есть, здесь будет много концептов из Mortal Kombat, а почему, потому что, естественно, Mortal Kombat это только персонажи и ничего кроме персонажей, да, то есть, если вы хотите посмотреть на процесс разработки персонажа, то есть, на итоговый результат, на подачу, на все, то есть, я крайне рекомендую концепты к Mortal Kombat, они, благо, есть в свободном доступе и там очень много интересного можно найти. Вот, конкретный пример. У нас есть вид спереди, у нас есть вид сзади, абсолютно все видно, абсолютно все понятно, и для 3D-шника, естественно, в том числе тоже должно быть все понятно. Кроме того, здесь показаны примеры разработки уже, то есть, в черно-белом, да, то есть, вот это вот все, естественно, это уже не прорабатывается, это все процесс, то есть, то, что мы видим здесь, вот эти вот, то есть, 6 разных пост, скажем, да, разных дизайнов, причем уже, ну, такое местами прорисованное, ну, сразу скажем, да, что для специалиста, профессионала, работающего на достаточно крупную студию, вот сделать вот такую вот вещь, вот эти вот 6 вариантов, это, ну, я знаю, там, ну, полчаса, час, то есть, все. Поэтому вот таких вот вариантов, а может быть, еще и менее проработанных и совсем там в скетчевом варианте, их там десятки и десятки, иногда бывает и сотни даже. То есть, здесь мы видим вот этапы разработки и что из этого мы в итоге получили в итоге, то есть, конечный результат, конечный результат представлен спереди и сзади и для 3D-художника все замечательно. Естественно, для 3D-художника, потому что Mortal Kombat, как и, наверное, все остальные, ну, или большинство, ААА-проектов, они из стадии концепта, они переходят, естественно, к 3D-моделлерам, они моделят, потом идет риг, то есть, для движений и так далее. Потом это все забрасывается в движок и на основе движка уже все полируется. Едем дальше. Еще один пример из Mortal Kombat, Sony Blade, всем знакомый персонаж. То есть, опять же таки, вот это концепт. Это одна из ранних стадий, естественно, разработки концепта. То есть, как мы видим, здесь все в черно-белом варианте. Три разных варианта персонажа. Более того, есть пометки на дизайне. Это очень распространенная вещь для концепт-художника, дабы сэкономить время, дабы, опять же таки, его 3D-шники не дергали каждый раз, не спрашивали, какой здесь материал, а как он здесь имитирует физику и так далее. Проще сделать пометки, чтобы объяснить все сразу 3D-художнику. То есть, вот у нас начальная стадия. Допустим, условно говоря, опять же таки, когда к тебе приходит арт-директор или гейм-дизайнер и говорит, сделай мне 30 вариантов персонажа. Когда мы начинаем делать, на 10-м, на 15-м уже как-то мозг начинает высыхать. И всякая вариативность пропадает. Поэтому очень распространенная вещь в концепте в больших студиях это брать, скажем, в данном конкретном случае какую-то одну позу. По ногам она, по сути, одинаковая. Мы меняем ей руки, мы меняем ей прическу и у нас разные варианты. То есть, опять же таки, вот эти три варианта уже до такой степени проработаны. Это, естественно, приближается на этап к конечному результату, к итоговому рендеру. А на ранних стадиях еще больше. То есть, допустим, руки так, руки так, одна рука вниз, одна вверх. То есть, как угодно. И это, таким образом, позволяет нам получить... То есть, все, мы говорим, хвост есть, на другом мы точно такой же хвост отрезали. Все, мы говорим, что это два разных варианта. Ну и по факту оно так и есть. То есть, таким образом мы достигаем вот этих заявленных 30 требуемых от нас вариантов. То есть, вот у нас ранняя стадия разработки, вот у нас конечная стадия разработки. То есть, мы видим, что вот он, условно говоря, этот вариант. Немного меняем позу ног, прорабатываем все, делаем вид сзади и нам все понятно. То есть, опять же таки, вот представьте себе, что вот здесь бы не было вида сзади. То есть, мы смотрим на вид спереди только. И нам нужно дальше с этим персонажем работать. Вроде вы спереди много у нее элементов, понятных, да? Но опять же таки, а что у нее происходит сзади с броней? Сзади вот здесь у нее видно две рукояти пистолетов, да? Которые нам хорошо вот видны на виде сзади. Ну, хотя я правда не знаю, как из-под мышки можно это достать. Ну, ладно, это Sony Blade. То есть, вид спереди, он хоть и много чего объясняет, но в то же время вид сзади он нам обязателен, естественно. Кроме того, если бы не было вида сзади, мы бы не узнали, что у нее на спине написано cage. Да, то есть, обязательно должно быть. Кроме того, здесь сразу вот есть прическа, есть комментарии. Все отлично, все готово для дальнейшего производства. Следующий пример. Я постараюсь побыстрее пойти, потому что дальше здесь приблизительно то же самое, но в разных интерпретациях отображает мою мысль. И вот, пример, это вот тот самый полноценный концепт-шит, который нужен для продакшена. То есть, здесь, посмотрите, это изображение состоит из нескольких элементов. То есть, вот это вот, то, что мы здесь вот посередине видим, это вот, как здесь вот, кстати, сверху и написано, это маркетинговое изображение. То есть, до такой степени отрендеренный персонаж, это уже исключительно для маркетинга. То есть, для того, чтобы показать народу, что у нас вот есть в игре такой замечательный персонаж с таким замечательным дизайном, с дизайном руки Криса Андерсона. И, то есть, чтобы народ посмотрел на это и, естественно, захотел играть в эту игру. Это из «Властелина колец онлайн». А дальше, а дальше уже идет с левой стороны, вы видите, это уже разработка, и это уже непосредственно для последующей модели. У нас есть, то есть, как один из способов, вот, как помочь 3D-художнику. У нас есть шлем. Шлем отдельно берется и разрабатывается на вид спереди, вид сбоку. То же самое с наплечниками, то же самое с наручами, то же самое вот вид сзади. Вы можете видеть, что вид сзади, он не прорабатывается так детально и не доводится до такой степени рендера, как вот вид спереди. То есть, это и не надо, по сути, потому что, ну, в качестве презентации достаточно вида спереди. Все, вот он есть. А для коллег-специалистов мы обязательно должны предусмотреть такую вещь, как вид сзади, чтобы помочь им разобраться, как же на самом деле. И причем, обратите внимание, на виде спереди плащ есть, на виде сзади плаща нет. Потому что плащ, естественно, он все закрывает. Но, опять же таки, вот, скажем, мы концепт-художник, да. Мы придумали этого персонажа, мы нацепили ему на спину плащ. Все, плащ все спрятал. Или там тот же Бэтмен, да, допустим. Мы его закутали в плащ целиком. Все. А под плащом вообще никому ничего не надо. Да, то есть, ну, он же под плащом, чего? А если мы направим это все дело в игру, и, не дай бог, в игре будет симуляция ветра, и этот плащ, не дай бог, будет развиваться, а что под плащом-то? Ничего, да. Поэтому обязательно, то есть, если, допустим, мы как концепт-художник, да, мы придумали там все у этого персонажа есть плащ, и отстаньте от меня. Нет ничего подобного. Мы должны, как бы мы не хотели этого, потратить еще свое время, придумать, что под плащом, проработать все это дело и показать это нашим коллегам, для того, чтобы наши коллеги смогли в дальнейшем со всем этим делом работать. Справа мы видим разные варианты. Это, опять же, таки концепт-художник предусматривает. То есть, теперь мы уже переходим к плащу. Мы предусматриваем различные рисунки на плаще. То есть, да, наша цель не только работа с формой, да, а и работа с наполнением формы. И поэтому здесь разные варианты плаща, в том числе, предусмотрены. Вот, опять же, такие концепты с Mortal Kombat. То есть, здесь более ранний концепт. То есть, это уже не проработанный, как мы видим. То есть, очень много таких грубых элементов, грубо наложенных. То есть, здесь практически наверняка и фотобаш присутствует, и чего здесь только нет. Ну, опять же, таки, это замечательный пример подачи идей и раннего этапа творчества концепт-художника. То есть, мы можем видеть, что кроме разработки трех разных вариантов вот этого персонажа, у нас есть еще разработка, посмотрите, движений, как он обращается с оружием. Victory Pose. То есть, если вы играли в Mortal Kombat или там смотрели фильм, вы знаете, да, что, ну, играли, конечно, в первую очередь, то вы знаете, что после победы, да, персонаж становится в победную позу. Вот эта победная поза тоже прорабатывается. У нас есть и референсов, примеры, да, у нас есть вот как движение персонажа идет. То есть, это все показано, и это тоже, обращаю ваше внимание, этим тоже занимается концепт-художник. То есть, концепт-художник, он должен прорабатывать и предусматривать огромное количество элементов. Едем дальше. Следующий пример концепт-шита. Персонаж, авторство Паза Ли. Почему я его взял? Потому что здесь мы можем видеть, это то, о чем я говорил по элементам, по направлениям концепт-дизайна. Кроме разработки персонажа у нас отдельно. Разработка оружия. Ее разработка кинжала. Разработка гранат. Разработка крыльев сзади. Опять же, мы говорим, что если бы мы видели только персонажа спереди, и это был бы там промо-арт, условно говоря, да, то мы бы совершенно никакого представления не имели, как эти крылья крепятся к спине, как они работают, какую форму они там сзади имеют и так далее. И это все нам обязательно должно быть показано. Кроме того, это то же самое, что и с плащом. Персонаж в шлеме. Все, мы спрятали лицо шлемом и больше нам ничего не надо. А не дай бог этот шлем открывается. А дальше что? А там непонятно. То есть, в любом случае, даже если у вас персонаж в шлеме, персонаж в маске, в чем угодно, обязательно лицо у нас должно быть проработано. То есть, и вот здесь мы видим, шлем закрытый, шлем открытый, с эффектами клинок. То есть, сразу мы видим, что у этого клинка и здесь вот у ее ракетного ранца цвет пламени и цвет электричества именно синий. Не красный, не зеленый, не фиолетовый, именно синий. Это тоже, даже при том, что это в дальнейшем анимируется, да, то есть этим занимаются аниматоры и специалисты по визуальным эффектам. Им сразу идет информация, что цвет именно такой и никакой другой. И это тоже задача концепт-художника. Еще один пример, и опять же таки Mortal Kombat. Чтобы помочь концепт-художнику, 3D-моделеру, извините, понимать, какие материалы у нас использованы и как они должны выглядеть на модели, мы видим, что концепт-художник может применить вот такую вот вещь, как имитация текстуры на шарике. То есть, кроме того, что эту текстуру он использовал непосредственно на персонажи, он отдельно выносит ее и показывает на вот этом текстурном шарике. То есть, это все нарисовано вручную, естественно. И это таким образом позволяет моделеру в дальнейшем настроить материал таким образом, чтобы он соответствовал задумке концепт-художника. Ну и, естественно, кроме всего прочего, все мелкие элементы, посмотрите, выносятся. То есть, даже при том, что это на самом деле достаточно крупное изображение, чтобы в дальнейшем специалисты не ломали себе глаза и не пытались понять, а как же мелкие элементы на самом деле выглядят, они выносятся, делаются крупнее и тем самым это облегчает жизнь коллегам концепт-художника. И это, опять же таки, тоже, то есть, я хочу, чтобы вы для себя вот при перечислении всех вот этих вот действий концепт-художника, я хочу, чтобы вы представляли, какой объем работы заложен на концепт-художника. То есть, не просто нарисовать красивую картинку, там вид спереди и все, сказать, я концепт-художник, я сделал персонажа. Вот в производстве та роль концепт-художника, которую он должен отыгрывать. Следующий пример. Опять же таки, есть у нас персонаж. Сразу показаны этапы разработки. Вы видите, что все в черно-белом делается, а потом цвет уже, естественно, берется разные цвета, придумываются на более-менее продуманный дизайн. Значит, у нас показаны референции. Референции – это очень важная вещь тоже для концепт-художника. То есть, когда вы разрабатываете персонажа, первую очередь, что вы делаете, это вы занимаетесь поиском референсов. У вас со временем накапливаются здоровенные библиотеки, все возможные тематики. И чем больше у вас библиотека, тем больше это экономит вам время при получении каждого нового заказа. Потому что вам не нужно каждый раз лазить в интернете и искать именно хороший подходящий референт, потому что не вся картинка годится в качестве референции. И это позволяет вам сэкономить время при разработке нового заказа, потому что время всегда – это самый важный фактор. Значит, мы видим, что здесь – это, опять же таки, промо-арт, допустим. Красивые, отрендерены, вырисованы, все. Но кроме этого, она, видите, стоит сзади. То есть, то, что спереди непонятно. Но у нас есть отдельно виды спереди, там, где схематично. Вы видите, он маленький на самом деле. То есть, он даже не покрашенный. Но это и не нужно. Потому что для моделера самое главное понимать, как форма идет на персонажа. Где, что, какие элементы, как заворачиваются. То есть, вот, допустим, у нас есть два пояса на ней. То есть, как они накладываются друг на друга. Верхний на нижний или нижний на верхний. И если моделер сделает не так, как задумал концепт-художник, то это уже не очень хорошо. На поясе это одно дело, а есть и, конечно, более печальные примеры. Поэтому это очень важно все показать, чтобы было именно так, как хочет концепт-художник. Дальше. Следующий персонаж из игры Order 1886, если я с цифрами не путаю. Замечательная игра, правда, доступна только на консолях. Потрясающая просто визуальная работа концепт-художников и окружение. Ну, environment, да, иными словами. И персонажи просто потрясающе сделаны. Опять же таки, крайне рекомендую ознакомиться с этой, с визуальной составляющей этой игры хотя бы. То есть, если не играть, да, то хотя бы картинки посмотреть. Это очень красиво. И мы видим персонажа. К сожалению, я сам не играл, поэтому я не могу сказать, главный это персонаж или нет. Ну, судя по степени проработки, то тянет приблизительно где-то там на главного, да. То мы видим опять же такие вид спереди, вид сзади. То есть, это уже готовый персонаж. Теперь мы перейдем сюда и посмотрите, как интересно сделано. То есть, мало того, что концепт-художник показывает, что находится сзади у этого персонажа на плаще, да. Но и более того, концепт-художник показывает, как ремень идет под плащом. Да, то есть, вы представьте себе глубину, которой нужно продумывать все элементы. То есть, не просто там еще пуговички, да, там нарисовать застежечки всякие, а как еще поднять вот этот элемент плаща и сюда вот завести ремень. А теперь еще дальше мы идем и посмотрите, что происходит. Здесь я хотел бы отдельно остановиться. Мы должны понимать, когда мы занимаемся игрой, что это за игра и как в ней мы будем видеть персонажа. То есть, если это игра от третьего лица, то на самом деле 90% времени, когда мы будем играть за этого персонажа, мы будем его видеть с какой стороны? Сзади. Сзади. И поэтому, в отличие от 10, 20, 30 вариантов проработки персонажа спереди, то есть, мы привыкли, да, спереди, фас, то есть, это основная проекция, основной вид, все, нам больше ничего не надо. Посмотрите, в данном случае виду сзади уделено не меньшее внимание. Почему? Потому что мы будем смотреть на него со спины в игре от третьего лица. И очень важно, чтобы дизайн был не менее проработан, чем на виде спереди. Да, и отсюда мы получаем, посмотрите, сколько, причем они, именно разнообразные варианты дизайна этого плаща сзади. Вот, это тоже очень важный элемент. Дальше мы видим, то есть, посмотрите, вроде бы костюм полностью закрывает, да, это то, о чем я говорил, костюм полностью закрывает, вот он шлем, причем шлем, опять же таки, видите, выведен отдельно, увеличен, сделана проекция вид спереди. Но, мы, кроме того, видим еще и то, что под шлемом прячется, даже несмотря на то, что, ну, тут по нему так и не скажешь, да, что он просто берет и открывается. Все равно, концепт-художник прорабатывает портрет персонажа, потому что персонаж без портрета, это персонаж печальный. Кроме того, мы видим отдельно элементами вынесено, то есть, далеко не всегда нам нужно целиком там, да, изображать персонажа там, со всеми элементами, вид спереди, вид сзади, вот, достаточно все, мы показали вид сзади, обрезали его, главные элементы мы вынесли, мы дали представление 3D-художнику, 3D-моделлеру, как с этим работать, все, наша задача выполнена. Вот еще один пример тоже, то есть, вы видите, что у нас есть итоговый рендер, да, в определенной позе, под определенным углом, и дальше мы показываем со всех сторон, то есть, отдельно ноги, отдельно, то есть, вы видите, даже ноги еще более увеличены, потому что на ногах куча мелких деталей здесь, чтобы мы это все видели, как на руках перчатка сидит, как у нас на локотнике, на коленнике, все это дело, то есть, вот, нам все показано, как крылья эти сзади гениальные крепятся, то есть, все на месте, все продумано, и когда мы видим такой концепт, то ежели мы 3D-художник, то мы очень довольны, потому что нам все понятно, и это облегчает нам работу. Ну и, напоследок, самый древний, наверное, способ, да, как облегчить жизнь 3D-художнику, то есть, это старые добрые ортогональные проекции, то есть, вот у нас есть исходная поза отрендеренная, все готово хорошо, и есть вид сзади и вид сбоку. Они даже не покрашены, это не нужно нам красить, самое главное нам показать геометрию, показать, как форма себя ведет сзади, как форма себя ведет сбоку, все, концепт-художнику этого достаточно, и он дальше может уже с этим работать. Кроме того, мы уже начинали об этом говорить чуть раньше, здесь уже мы отойдем от концепта персонажей, теперь у нас концепт монстров, допустим, да, ну, подход абсолютно тот же самый. И более того, когда мы концепт-художник, и мы можем получить задание разработать не только внешний вид этого персонажа, а мы можем получить задание разработать и персонажа этого в динамике, то есть, как он ходит, как он, допустим, атакует, если он атакует, как он защищается, как он бегает. И вот это, то есть, все, дальше нам, по сути, ну, не нужно, этого достаточно, это то, что мы должны показать дальше аниматору, который будет работать с моделью, которую, опять же таки, построят по нашему концепту, но мы это показываем, аниматор представляет, что, допустим, это существо движется так, а не иначе, в определенной амплитуде, с определенными эффектами, которыми потом будет в FX Artist заниматься, и это таким образом уже все может быть реализовано. Вот еще один пример, да, персонаж ужасно похожий на монстра из Dead Space, то есть, вроде бы у него ведь даже и атака очень похожа, вот, но неважно, то есть, вот как он бегает, как он атакует, то есть, все абсолютно здесь продумано, и это сразу дает возможность посмотреть на это и согласовать это и с геймдизайнером, если ему не нравится как-то переделать, и это вот пример тесного сотрудничества, концепт художника с разными отделами игровой студии при разработке проекта. То же самое вот у нас зомби, да, ну, вроде бы не чудовище, но монстр все равно. Как он ходит, как он атакует, как вот разные способы атаки, как он защищается, как он умирает, в конце концов, все предусмотрено, все разработано, и это мы уже дальше можем анимировать. То же самое работает для роботов, но для роботов даже в большей мере, потому что мехи это такая вещь, где очень много всевозможной геометрии, которую обязательно нужно предусмотреть, в первую очередь концепт художнику, потому что потом 3D моделлер будет концепт художника просто проклинать последними словами, если он не получит от него детального отчета, где какая геометрия, где какая форма используется. Точно так же и вид спереди, вид сзади. Отдельно оружие вынесено, все должно быть разработано. То же самое у нас идет для окружения. То есть в данном случае мы видим работу корейского художника. Неважно, это стратегия, это экшен, там что угодно. То есть мы прорабатываем элементы, мы выносим отдельные элементы, подписываем, мы приводим примеры текстур, которые в дальнейшем будет использовать моделлер или художник по текстурам. То есть мы приводим ортогональные проекции нашего архитектурного сооружения. Абсолютно все, что мы использовали при его создании, мы передаем дальше. И этим пользуются уже дальше наши коллеги. То есть мы видим, что вот здесь даже пушки использованы. Вот примеры пушек, примеры. Вот даже пушка отдельно разобрана. Как она строится, из чего она состоит. Все это обязательно должно быть, потому что если мы просто покажем отдельно вот эту картинку и скажем художнику 3D-моделеру, давай модель, вы будете сидеть рядом с ним днями и ночами, тыкать ему пальцем в монитор и рассказывать. И здесь вот так должно быть, а здесь вот так. Это вас от этого избавляет. То же самое. Вот пример. Здесь вы видите даже художник больше потратил времени, покрасил, условно покрасил, но все равно. Ортогональные проекции. То есть вот у нас есть изображение в перспективе. Или это, ну да, с виду перспективы. То есть все с тенями, все продумано, все покрашено. И естественно есть ортогональные проекции, которые помогают строить это моделеру. Дальше мы видим работу польского художника Михаила Куса. То есть более того, с более глобальным инвайронментом, дизайном. Если мы создаем какой-то мир, это вот инвайронмент концепт артисты, это вообще, то есть их задача, вы представьте себе продумать все элементы мира целого. То есть или у нас есть персонаж какой-то, да, там нам нужно там думать руки, ноги, голова там и все. А здесь целый мир, то есть у нас горы, скалы, моря, океаны, я знаю, там ледники и все что угодно. Это все нам нужно продумать. И это естественно, то есть поступает в первую очередь задача от геймдизайнера. То есть уже какая-то базовая идея мира есть и она доносится до концепт художника. А дальше уже концепт художник тесно сотрудничает с геймдизайнером, с артдиректором. Они разрабатывают эту идею и дальше уже ее детализируют. И опять же таки вы видите куча всяких мелких пояснений, вот даже животные или там насекомые, которые населяют этот кусочек мира. То есть это тоже может быть продумано, потому что это может влиять на данный конкретный элемент этого мира. Потому что допустим, если у нас там какие-то гигантские там шмели обитают, они могут яйца откладывать. То есть под них пещера должна быть, а эта пещера там с этими яйцами, это все обложено. То есть это уже дает нам элемент этого мира, то есть это дает какую-то определенную историю. Даже если эта история не предусмотрена изначальным планом геймдизайнера. Концепт художник, опять же таки обладая своим видением, своим представлением и своей базой информации, он может добавить это, привнести это в мир и таким образом насытить изначальную идею, поданную геймдизайнерам. Все, дошли сюда. Так, а сколько времени? А то я что-то размахнулся, я так чувствую, мы 5 часов. А во сколько мы начали? В 4? Боже что мой. Буду ускоряться. Так, один момент, сейчас я посмотрю, что у нас в трансляции. Что-нибудь слышно здесь или нет? Логично. Я понял. Так, 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 так. Все есть, все есть. Отлично, вроде все работает. Хорошо. Так, все, выключили. Едем дальше. Так, я постараюсь побыстрее, потому что у нас дальше еще по плану презентация курса. Мы перед этим, естественно, сделаем небольшой перерыв. Сможем размять конечности и дальше продолжим. Ну, а пока концепт-арт versus иллюстрация. Чтобы мы могли для себя определить, что есть концепт-арт, что есть иллюстрация. То есть мы уже вкратце об этом поговорили, но теперь более детально. Давайте приступим. Значит, основные отличия концепт-арта от иллюстрации. То есть характеристики выделим. То есть концепт-арт это в первую очередь идея. То, что мы говорили с вами. То есть концепт-художник это генератор идей. И его задача сгенерировать как можно больше идей. А финализация, скажем так, и итоговый вид презентабельности это уже, ну скажем так, очень вторичный элемент. Видимость всех элементов. Опять же таки это то, о чем мы говорили. То есть, ежели мы делаем концепт и мы передаем его дальше, нам обязательно нужно, чтобы все элементы были читаемы, понимаемы. И чтобы с этим не было никаких проблем, естественно, у наших коллег, а конкретно у 3D-моделлеров. Простое освещение. То есть, опять же таки, большинство концепт-дизайнеров и концепт-арта применяется, в нем применяется рассеянное освещение. Или там один, допустим, источник освещения. То есть, в отличие от иллюстрации, о которой мы сейчас чуть позже поговорим, то есть в концепт-арте не нужно там 10 источников света, там свет основной, свет боковой, свет контурный сзади, свет эпичный снизу. Это никому не нужно, нам главное показать нашу идею. И чем проще мы ее покажем, чем доступнее мы ее покажем, тем она будет больше цениться у наших коллег. И напоследок, базовая степень отрисовки. Опять же таки, это то, о чем мы говорили. То есть, есть концепт-арт, у концепт-арта есть промо-арт, который предназначен для презентации. А есть концепт-шит, который предназначен для наших коллег, для дальнейшей разработки. И в нем нужна вот именно базовая степень отрисовки. Теперь переходим к иллюстрации. В иллюстрации, естественно, есть сюжет. То есть, естественно, есть такая вещь на грани. То есть, тут вроде, и не скажешь, и не концепт, и не иллюстрация. Потому что вроде, грубо говоря, промо-арт, если мы про персонажей говорим. То есть, вроде красиво отрисовано, все идеально отрендерено, но нет фона. Нет фона, нет сюжета. Вроде и не иллюстрация, но вроде и не концепт-арт. Будем называть это промо-арт, сюжет. Дальше. Плохо читаемые элементы. Это определенные элементы композиции. Скажем, когда мы применяем, то мы можем... Допустим, если у нас есть персонаж, условно говоря, портрет. Есть плечевой портрет, есть поясной портрет, есть полный портрет. Это в полный рост. Таким образом, плечевой и поясной портрет, да, это уже мы не можем назвать это концептом. Потому что какие-то элементы персонажа мы не можем прочитать. Мы не знаем, что с ним происходит дальше, чем отрезано. Поэтому это уже не подходит. Множественные источники света, мы об этом уже поговорили. Сложная композиция какая-то, заваленные горизонты. То есть все вот эти вот элементы, это мешает концепт-арту. То есть это свойственно исключительно иллюстрации. Несколько персонажей. То есть концепт, он направлен непосредственно на разработку какого-то конкретного персонажа. То есть если у нас несколько персонажей, мы разработали одного, разработали другого. Допустим, мы хотим показать их все вместе. Мы это называем промо-арт. Мы ставим их все вместе. Даже, допустим, мы опускаем фон, мы делаем какой-то однотонный фон. Все, у нас есть несколько разработанных персонажей. Но это уже следующий этап после концепта. И усложняющее чтение персонажа позы. То есть ежели персонаж там согнут в какую-то загогулину, то это естественно в первую очередь усложняет чтение этого персонажа. Затрудняет нам обзор определенных элементов персонажа. И естественно это совсем не помогает в чтении концепта. Вот теперь конкретный пример. Слева у нас концепт. То есть опять же таки сейчас смотрите. Я называю это концептом, но это условно говоря промо-арт. Но это все-таки ближе к концепту, чем правый элемент. Почему? Потому что слева у нас отсутствует фон. Правильно? У нас персонаж стоит в простой позе. У нас легко читаются все элементы этого персонажа. По крайней мере на виде спереди. То есть условно давайте договоримся, что где-то там в закромах существует вид сзади этого персонажа. Там не проработаны, никому не показаны. То есть оставлены исключительно там в студии. Если это разрабатывалось естественно для проекта в студии. Но он есть допустим. И таким образом мы назовем слева это концепт-арт. Авторство корейского художника Ин Шу. Справа у нас иллюстрация. То есть иллюстрация. Это вот этот Legend of the Cryptids. Аплеботовский. Это Гвинт. Недавно вышедший поляков. Которые Ведьмака сделали. Абсолютно во всех этих карточных играх. Там где у нас есть персонажи. Это все иллюстрации. Естественно здесь мы сразу можем отметить что. У нее есть фон сзади проработанный. Есть какой-то сюжет. То есть у нас есть волшебница. Вокруг нее плавают духи. И так далее. Сзади горят огни. Что-то там еще сзади происходит. И так далее. Дальше. У нее не хватает ступней. Правильно. То есть даже при том, что совсем чуть-чуть отрезана. Мы все равно не можем сказать конкретно какая форма и какой дизайн ее сапог. Поэтому это уже затрудняет нам работу с этим персонажем. Поэтому концептом мы... Это даже. Смотрите. Несмотря на то, что в процессе разработки автор. Это автор кстати говоря Брэд Ригни. Потрясающий художник. Один из моих любимых художников. Поэтому я крайне рекомендую посмотреть его работу. То есть рендер у него просто... Он иллюстратор. Он не концепт художник. Но работа у него просто потрясающая. И... То есть... Можем сказать, что чтение этого персонажа мы до конца произвести не можем. Правильно. То есть была произведена естественно... Был произведен поиск идеи. То есть не исключено, что в процессе мы имели... Брэд Ригни конкретно имел энное количество разных дизайнов ее одежды. Который с каждым разом уменьшался. Но... Все равно через какой-то поиск он прошел. То есть можно сказать, что в этом присутствует элемент концепт дизайна. Правильно. Но на выходе в результате мы получили естественно иллюстрацию. Дальше. Вот интересный пример. Сразу мы видим одного и того же персонажа. Авторство Марека Мады. С польскими фамилиями у меня туго. Мады, по-моему. Я так понимаю, это читается. Марек Мады. Значит... Это концепт-художник CD Projekt Red польской студии, естественно, который сделали Ведьмака. И мы можем видеть слева. Это непосредственно его концепт, работа для самой игры. А справа это иллюстрация для карточной игры Gwind. Мы сразу можем видеть разницу, что слева, как мы уже говорили, у нас отсутствует фон. У нас полностью виден персонаж. Она поставлена в простую позу. У нее видны все элементы, читаемые практически наверняка. Где-то существует, естественно, вид сзади и там, если необходимо, укрупненные элементы отдельные. На работе справа у нас вообще не видно сапог. То есть, если бы у нас не было вот этой работы слева, да, концепт работы, то мы вообще не имели бы никакого представления, какие у нее сапоги, да. А, естественно, нам нужно полностью иметь представление о персонаже. Она повернута к нам боком. Поэтому сложно понять, как у нее, допустим, там тот же пояс идет, да, как у нее эта курточка идет, как у нее то, что на поясе висит с той стороны, то есть, это все нам или недоступно, или сложно понимаемо. Поэтому это уже нам не годится в качестве концепта, да. Ну и, естественно, фон, там что-то происходит, она использует заклинания, конечно, и это уже нас отвлекает от непосредственно самого персонажа. Едем дальше. Концепт-арт как этап разработки продукта игровой индустрии. Концепт-арт, он является частью самого начала разработки. Это в играх, это самый-самый конец препродакшена, то есть, это когда у дизайнеров, геймдизайнеров зарождается идея, геймдизайнеры идут, концептеры описывают свою идею, тем самым концептеры предоставляют им какие-то самые базовые наброски, которые в дальнейшем дизайнеры могут показать инвесторам и таким образом получить у них деньги. Ну а дальше основная часть работы уже непосредственно в процессе самого продакшена, то есть, в самом начале продакшена, естественно, потому что у нас идет сначала концепт-арт, то есть, опять же-таки, концепт-дизайнер садится с геймдизайнером, геймдизайнер дает ему задачу, то есть, это все вместе собираются, обдумывают, выдвигают идеи, брейншторм, так называемый. Потом концепт-дизайнеры расходятся, делают там десятки, сотни вариантов, доводят это все дело до презентабельного итогового результата. Я имею в виду для 3D-моделлеров, то есть, создают так называемый концепт-чит, передают это 3D-моделлерам, дальше те делают модель, потом, если необходимо, возвращают эту модель, обратно, то есть, какую-то базовую модель, возвращают эту модель обратно к концепт-дизайнеру, к концепт-художнику, те дорабатывают там всевозможные элементы, ставят там блики, допустим, то есть, это все тоже делается именно художниками, именно руками. И, естественно, в процессе создания модели, то есть, как я и говорил, если концепт-художник хорошо выполнил свою работу, и он полностью предоставил всю инструкцию для 3D-моделлера, то вопросов к нему минимум, но, тем не менее, он все равно должен контролировать выполнение работы 3D-моделлера и, в случае чего, помогать ему объяснять, где, что и как должно быть. Значит, здесь мы видим, теперь, если конкретно про разработку концепт-арта, то совсем в деталях мы коснемся в описании курса, потому что этот курс как раз про разработку концепт-арта. Но здесь конкретно немного иллюстрации я вам приготовил. Значит, вот одна из ранних разработок. Мы можем видеть, что, казалось бы, просто плащ. То есть, плащ и все. Сколько разных вариантов концепт-художник предусмотрел одного несчастного плаща. То есть, это один единственный элемент одежды. Все. Ни рубашки, ни штанов, ни перчаток, ни тем более броня, ничего. Все. Один единственный плащ. И куча всяких разных вариантов. Что говорить про более сложные элементы одежды. То есть, их, если мы вспомним, скажем, основные продвинутые AAA-студии, как тот же BioWare или Blizzard, там концепт-художники, они, естественно, впахивают как проклятые. Просто. То есть, это основная беда концепт-художника. То есть, если у вас ограниченная возможность создавать вот такие вот различные варианты дизайна, то концепт-художникам будет очень сложно быть. Потому что приходит гейм-дизайнер, приходит арт-лид и говорит, давай мне там 100 вариантов меча. И все. А у нас меч, ну, казалось бы, меч, клинок, рукоять, все. И вот ты сидишь, разные вот эти вот формы вырисовываешь, там кончик туда пошел, кончик туда пошел. То есть, и все. И это нужно сделать, я знаю, там за 3 дня. Все. То есть, чтобы потом отдать это на рассмотрение, чтобы потом повычеркивать там половину или 2 трети вариантов, получить обратное, по оставшимся вариантам их посоединять, получить еще штук 50, ну и так далее. То есть, вот это конкретно мы видим здесь. То есть, это только маленький-маленький микроскопический кусочек того, что на самом деле происходит в процессе создания концептарда. Вот это самое начало, это линия, это тон. Все. Никаких цветов, то есть, даже нескольких тональностей нет. То есть, здесь это только силуэт и только проработка в линии. Ну и рядом, естественно, мы видим итоговые результаты, что из этого всего получилось. Дальше то же самое. Мы видим поиск тональный по позе. То есть, как у нас смотрится силуэт. То есть, это динамика, это язык тела. То есть, это как нам ракурс, это как нам расположить персонажа. И как поза персонажа наиболее достоверно отобразит характер персонажа. Потому что зачастую, когда концепт-художник получает задание, то ему будет сказано, будет дано описание персонажа, у него есть те характеристики. И задача концепт-художника – вложить эти характеристики в своего персонажа. То есть, чтобы потребителю не нужно было читать описание персонажа, что, допустим, вот этот персонаж, она злая, добрая, я знаю, какая угодно. Чтобы это все читалось в персонажа, в его позе, в его образе, в его языке тела, в его силуэте, в элементах. Острые элементы какие-то, то есть, агрессивность и так далее. Это все прорабатывается на стадии пятна, на стадии силуэта, ставится поза, дальше уже разрабатывается ритм, разрабатывается тональный какой-то рисунок и уже делится на зоны отдыха, активные зоны, то есть, зоны интереса. И мы в итоге получаем вот такого вот персонажа. Едем дальше. То есть, опять же, смотрите, далеко не всегда нам нужен идеальный рендер, допустим, чтобы красиво все отрисовано было. Это зависит еще от студии, то есть, какие предпочтения непосредственно внутри студии. Это конкретно, как вы видите, это концепт кончартеду, то есть, это ноти-док, достаточно крупная студия. И здесь мы видим, персонаж поставлен одинаково. То есть, поза у него не меняется, оружие у него не меняется. Что у него меняется? У него меняется шапка. Все. И мы уже можем сказать, да, как концепт-художник, можно сказать, что вот у меня пять разных вариантов персонажа. У него шапка разная, но это пять разных вариантов. Все. И вот то, о чем я говорил, то есть, когда нам дают задание там сто разных вариантов, и когда там на 50-м у нас уже мозг высох окончательно, все, нам ничего другого не остается, как делать разные шапки и сказать, что это разные варианты. Ну, я утрирую, конечно, здесь запросто могло быть, конечно, задание непосредственно, то есть, разработать головной убор для этого персонажа, но, тем не менее, то есть, одно другому не мешает. Теперь то же самое, смотрите, тот же самый персонаж, да, абсолютно тот же самый рендер. То есть, концепт-художник поработал один раз, он набросал для себя там пять разных вариантов, да, вот таких вот, то есть, ну, потому что мы видим, да, здесь разные куртки и разный там цвет штанов. То есть, рендера здесь нет, да, рендер здесь плоский, он элементарный. Вот, но, тем не менее, это уже нам позволяет, то есть, мы видим в разгрузке, да, без разгрузки, все. Вот, то есть, вот таким вот образом делается, создается процесс весь разработки персонажа. Да, вот, допустим, то, опять же таки, то же самое. Ну, здесь уже конкретно у нас цветовое решение разрабатывается, то есть, мы видим один и тот же персонаж, уже дизайн более-менее утвердился, устоялся, все, нас все устраивает. Дальше мы переходим к поиску цвета, да, разных сочетаний цветов, где какой цвет лучше работает, какого цвета должно быть больше, какого цвета должно быть меньше в данном конкретном сочетании и так далее. То есть, вот он поиск и справа мы можем видеть результат. Дальше, то же самое мы видим уже при разработке Rainbow Six. Это геймлофт канадское их подразделение, конкретно автор Гайджин, между прочим, это русскоговорящий художник, по-моему, из Армении. Армена Копян его зовут, тоже у него очень интересная работа, рекомендую посмотреть именно в качестве концепта. И вот здесь мы, опять же таки, можем видеть примеры этого. То есть, одна и та же поза, да, по сути, то есть, одно и то же оружие, ну, меняется у нас портрет, ну, то есть, головной убор и там дизайн лица, очки, раскраска и так далее. То есть, цвет волос, прическа. И справа даже мы можем видеть, то есть, казалось бы, такой незначительный маленький элемент, как, то есть, у нас рука, да, вот держит она оружие, но четыре уже сразу разных варианта. То есть, нам укрупнено, нам показано, то есть, как может выглядеть дизайн предплечья. И это тоже очень важная вещь. Переходим к следующему пункту, предпоследнему. Инструментарий, концепт художника. Это средства, которые нам помогают выполнять нашу работу. То есть, здесь, ну, на самом деле, сейчас уже в нашу цифровую эру средств этих огромное количество. И концепт художник, ну, как 2D художник, он уже, скажем так, устаревает, да. Сейчас уже в индустрии становится востребованным мультиинструменталист, так называемый. Чем больше программ вы знаете, чем большим количеством инструментов вы владеете, тем более востребованный, более успешный, естественно, вы будете. Опять же-таки, приведу пример из своей бытности еще студентом. И когда я учился, я параллельно делал 3D-модели для частных дизайнеров, для архитектурных компаний. И тогда это было достаточно распространено. То есть, это еще на заре самое начало, когда только входили в моду эти 3D-модели, рендеры и так далее. И тогда это было в порядке вещей. То есть, есть архитектор, архитектор занимается проектами, он делает чертежи, потом приглашается моделер, моделер делает какой-нибудь красивый рендер, потом этот рендер показывается заказчику, и все. Таким образом, получалось такое сотрудничество. Ну, не прошло, не знаю, даже и 5 лет, как архитекторы поняли, что платить лишние деньги какому-то левому человеку, который придет и тебе просто какую-то красивую картиночку сделает, это невыгодно и нецелесообразно. Поэтому практически все архитекторы просто не поленились, открыли эти программы, выучили все, и стали сами делать рендеры, и перестали тратить деньги, ресурсы свои, на оплату вот этого вот труда сторонних специалистов. То же самое происходит сейчас в индустрии, ну, в гейм-индустрии, киноиндустрии, ну, в гейм-индустрии в первую очередь. То есть, если раньше, то есть это четко было, да, 2D-художник, он делает 2D, он работает в фотошопе, там, скажем, все, там, 3D-художник, он там увидел этот рисунок от 2D-художника, он сделал модель, все. То сейчас множество 2D-художников, да, условно даже говоря, 2D-художников, они уже начинают свою работу от 3D-модели, то есть они уже сами в состоянии сделать 3D-модель, и на основе этой 3D-модели уже разрабатывать свой концепт. Поэтому здесь вот я привел пример основных средств, которыми пользуются художники, это фотошоп. Это фотошоп, это что? То есть это один из приемов при работе в фотошопе, это фотобаш, да, многими ненавистный, многими презираемый, но, тем не менее, очень востребованный в очень многих студиях. Почему? Потому что, в первую очередь, в фотошопе он экономит время. Время, естественно, это деньги, это самое важное, что есть у заказчика. И поэтому, когда выставляются определенные сроки, да, а зачастую сроки ужасающие, сжатые, то приходится искать способы, как это время сэкономить. И даже такой, ну, условно говоря, среди художников, да, неблагодарная вещь, как этот фотобаш, который вроде бы как, да, ну, не имеет ничего общества с художественным мастерством, да, он просто-напросто, он экономит время. И он имеет место быть, то есть от него никуда не денешься. Если ты хочешь работать в этой индустрии, если ты хочешь зарабатывать деньги и оставить довольными заказчика, клиента своего и своего работодателя, да, директора студии, там, и так далее, то никуда не денешься, может быть необходимым этим пользоваться. Даже при всей нелюбви, к тому же фотобаш. Да. Дальше Coral Painter я сюда поставил, ну, просто как пример, да, альтернативный программ. То есть 2D программ, их множество, естественно, я думаю, все вы их знаете. Я не буду сейчас их все перечислять, ну, вот Coral Painter, да, то есть это некоторые, в том числе концепт-художники, работают в Coral Painter, именно те, которые пришли из работы с живыми материалами, да, то есть которые имеют классическое художественное образование, им привычно работать красками, писать, да, маслом, им привычно вот мазок кистью класть, и Coral Painter, он именно является замечательной имитацией, вот, работы с живыми материалами, и поэтому он, как ни странно, востребован, и в том числе в концепте, вот такими вот специалистами, которые пришли из классического образования художественного. Дальше у нас идет, естественно, 3D Max, у нас идет Maya, это инструменты для 3D-моделирования, вот, то есть, опять же таки, для создания болванки, на основе которой мы в дальнейшем будем, будь то там Photoshop, будь то Coral Painter, или любая другая 2D-программа, будем создавать свои концепты. Дальше у нас идет ZBrush, и идет 3D-код, это тоже программы, это уже для скульптинга, то есть, для какой-то органики, допустим, хотя в том же ZBrush и твердотельное моделирование тоже оно практикуется, и я смотрел, в принципе, даже те же интерьеры создавали в ZBrush, то есть, ну, он такой достаточно мультифункциональный. Вот, и то же самое, то есть мы можем, если мы знаем, условно говоря, ZBrush, да, мы в нем работаем, нам в нем удобно, то почему бы и не замоделить нам какую-то базу быстро, если мы можем это сделать быстро, все вот эти вспомогательные инструменты, они для чего нужны? Для, в первую очередь, и в единственную, по сути, очередь, для экономии времени. Все. Если мы потратим больше времени, там, разбираясь, ковыряясь в ZBrush, там, делая эту модель, чтобы потом обрисовывать ее в фотошопе, то никакого смысла это не имеет, естественно. То есть нам нужно всегда экономить время. Если мы можем это делать с помощью ZBrush, отлично. Вот. И теперь перейдем быстренько к примерам. Вот пример Фотобаша, да, то есть, опять же таки, это Modern Combat 3, это, по-моему, нет, это не Геймлофт, я не помню, а может быть, кстати, Геймлофт, я уже не помню. Его, да, Геймлофта. Вот. Значит, мы видим здесь, просто, ну, я специально выбирал, грубейший пример Фотобаша, то есть мы видим, ну, там, очки, да, вот, шлем, вот, элементы разгрузки, то есть, бронежилеты, то есть все вот это вот, это берется из фотографии, да, быстро там накидали на персонажа, то есть мы имеем какую-то идею, да, то есть уже у нас прошел какой-то этап разработки, мы уже представляем себе, что мы хотим в итоге получить, мы переходим к цвету, все, мы быстро накидали это дело, слепили, там, подтерли где что надо, подкрасили, все, передали это арт-лиду, и арт-лид уже нас выбирает вариант, то есть самое главное здесь, это выбрать вариант, чего мы будем дальше делать с этим персонажем, а дальше уже, если это необходимо, если нам нужно создать промо-арт, то мы уже приступаем к вылизыванию, мы добавляем всякие красивые элементы, мы чистим там вот ботинки, потому что, ну, мы видим, что очень грубо обрезано, и, ну, видите, это определенные огрехи вот этого процесса, но, тем не менее, то есть он имеет место быть, и он очень распространен, очень часто используется, вот еще то же самое, то есть здесь даже еще более грубый пример, то есть вот как пистолет прилеплен просто, да, на грудь, да, то есть повязки, все это, то есть, ну, очень грубо, вот, особенно обувь, обувь, это вот вообще ярчайший пример, да, вот этого дикого фотобаша, потому что обувь здесь дорисовывается, как-то, да, там несколькими мазками, там быстро обрисовали резинкой, там какую-то грубую форму, все получили, но эта вещь несет с собой основную цель, что показать, что мы говорили в первую очередь, концепт художник, что производит, идею, и поэтому это вот этот вот внутристудийный продукт, да, который очень редко выходит наружу, и попадает на всеобщее обозрение, но он очень важен, как один из элементов процесса разработки конечного продукта. Едем дальше. Вот, недавно я проходил игру Remember Me, и там, вот это, кстати говоря, тоже иногда встречаются вот такие вот вещи, когда концепты вписываются непосредственно в игру, то есть вы там, допустим, проходите там какой-то определенный отрезок игры, да, и вам открываются дополнительные материалы, вот среди этих материалов, иногда попадаются концепты. В этой игре, кстати, кроме концептов, они туда еще и модели поставили, которые можно покрутить, приблизить, посмотреть, очень интересная, кстати, вещь, вот, и я специально, опять же-таки, выбрал именно вот этот концепт, потому что более дикого фотобаша, ну, наверное, представить себе сложно, вот, более того, это не просто внутристудийный продукт, да, а это продукт, который еще и поставили в игру, и который показали вообще всей аудитории потребителей. Ну, в процессе разработки, то есть, как бы, да, мы с вами там художники, да, мы понимаем, что, ну, можно было бы покрасивее, можно было бы подтереть где-то, там, подкрасить и так далее. Вот, я не знаю, я сразу признаюсь, я не знаю, как мыслит среднестатистический потребитель, который, ну, не является художником, да, то есть, я не знаю, какие у него впечатления от этой вот работы, ну, наверное, что, самое главное, она несет идею, правильно? Она несет цветовое решение, она несет, то есть, определенные элементы, которые здесь отображены, то есть, у нас что, у нас здесь есть вода, у нас здесь есть вывески неоновые, у нас есть, есть, эти маленькие домишки, то есть, все, мы можем себе это представить, правильно? И основная идея у нас здесь показана. Кроме того, я еще хочу порекомендовать очень интересные дневники разработчиков Star Citizen, вот, если кто-то слышал, это игра, которая разрабатывается уже, я не знаю, по-моему, сколько мы живем, столько она разрабатывается, вот, вроде уже скоро должна выйти, а может и не выйти, ну, в общем, но самое интересное там, вот, в дневниках разработчиков, в одном из, это на ютубе, я вам рекомендую посмотреть, там, показан процесс именно создания, там, вот, арт-директор, он комментирует работы, которые, концепт-хубложников, которые ему присылали, да, на оценку, то есть, и там, просто, вот, сверху вниз, вот, он прокручивает, просто невероятное количество, вот, environment, концептов, окружения, вот, со своими пометками, и там это очень интересно для тех, кто хочет посмотреть, как выглядит, процесс разработки, вот, конкретно, environment, да, непосредственно внутри студии, какие заметки может давать, арт-директор, да, и на что следует обращать внимание, то есть, естественно, мы, ну, всегда, очень ценно учиться на чужих ошибках, да, даже при том, что это ошибки, ну, как бы, не преднамеренные, да, то есть, просто, ну, там, не доработано, то есть, нужно добавить то, добавить то, вот, и это очень интересно посмотреть, всем рекомендую там поискать, там эти видео, которые там по часу, по-моему, с лишним идут, вот, среди них посмотрите, и там вот это будет, вот, еще один пример, работы над окружением, над environment, это американский художник Тайлер Эдлин, полтора часа уже у нас прошло, все, уже почти закончили, закругляемся, значит, здесь мы видим самый начальный этап разработки environment, да, так называемые thumbnail, то есть, маленькие картиночки, в которых, ну, конкретно, если для окружения, то строится основная композиция, основные акценты, прорабатываются, то есть, основные базовые массы, вот, и, ну, естественно, для дальнейшей разработки. Дальше, смотрите, дальше он делает вот такую вот замечательную вещь, и для окружения, это очень распространенный принцип, если вы работаете с, гимитону, твердотельными объектами, да, там, с элементами интерьера или экстерьера, что угодно, вот, если вы, и это, кстати, дает повод разобраться, в каком-нибудь из 3D редакторов, в данном конкретном случае, он использовал SketchUp, я бы предпочел 3D Max, потому что я очень давно уже в 3D Max работаю, но, тем не менее, без разницы, что вам удобно, удобно в Maya, можно в Maya, в том же ZBrush, можно в ZBrush, делается базовый какой-то набросок форм по нашему thumbnail, да, то есть мы вот выбрали какой-то из дизайнов, который нам больше всего нравится, мы набросали основные элементы композиции, основные формы, все, у нас база есть, а дальше мы садимся в Photoshop, обрезаем то, что нам не нужно, делаем, добавляем всякие красивые элементы, добавляем текстуры, то есть вы видите, что здесь вообще ни текстур, ничего вообще нет, то есть только базовые формы, в том числе перспектива, да, особенно если у нас есть криволинейные объекты, то перспектива, и это очень страшная штука, и построить ее правильно, используя только 2D редакторы, ну, это очень большая головная боль, которая опять же таки влияет нам на время, а если мы хотим время сэкономить и сделать все без ошибок, мы можем взять 3D редактор, построить в нем базовые элементы, а дальше брать и спокойно красить, так как мы привыкли, уже так как нам удобно все, или же там тот же фотобаш сюда добавить, тоже, допустим, те же статуи можно, взять там фотографию, вырезать, добавить, и потом уже поверх обрисовывать, то есть много разных подходов, можно комбинировать, объединять, самое главное, получить естественно результат. Вот еще, я не знаю, может быть это вообще теоретически, как я понимаю, довольно известная работа, сразу вам скажу, я не знаю, не уверен, я не нашел информации, как этот художник конкретно работал над этим концептом, но давайте поговорим вот о чем. Мы видим здесь очень сложный шлем, то есть очень много всяких мелких форм, и опять же таки, вот это твердотельные эти элементы, которые на самом деле вырисовывать, это очень большая головная боль. Поэтому, но я практически на 100% уверен, что это или моделилось, или фотобашилось из каких-то отдельных элементов, то есть можно подходить и так, и так к этому процессу. В чем, кстати говоря, совсем не обязательно брать элементы именно шлема, и комбинировать их во что-то новое. Можно брать, то есть если мы видим какую-то интересную форму, и мы хотим ее использовать, это все что угодно может. Тут же там элемент танка какого-нибудь, мы нашли, как-нибудь повернули, смотрим, а он хорошо работает. Поставили, подтерли, получили результат. Все. Либо же, если у нас есть опыт работы в 3D редакторе, есть в 3D редакторах так называемые киты, наборы элементов мелких, то есть это часто они выпускаются с профессиональными 3D моделлерами. И опять же таки, то есть непосредственно процесс концепта может происходить в 3D редакторе. То есть мы, допустим, имеем набор каких-то там элементов, у нас есть какая-то базовая форма шлема, дальше мы взяли эти элементы и начали их натыкивать один на другой. То есть ждем счастливой случайности так называемой. То есть это тоже распространенная вещь в концепте, когда мы, грубо говоря, не имея какого-то четкого представления о конечном результате, мы пытаемся получить его процессом различных комбинаций. И мы посовывали одно туда, одно туда, передвинули как-то, повернули. Оп, смотрим, вроде хорошая форма получилась. Все, мы ее сохранили, и получили один из вариантов концепта. Потом, дальше мы можем это все отрендерить, перенести опять же таки в Photoshop. У нас, допустим, в Photoshop, если, скажем, нам сложна только голова, шлем, а все остальное мы чувствуем, что мы можем или нафотобашить, или вообще с нуля отрисовать, у нас с этим проблем нет. Все, у нас есть уже готовая форма, мы сверху посадили голову на него и получили результат. И, кроме того, видите, что вот имея, причем это гораздо проще делать в 3D, то есть у нас есть, условно говоря, то есть если вы работали в 3D, у нас есть два цилиндра, которые на эти окуляры используются. У нас есть такое расположение, мы потом взяли их, передвинули, поменяли местами под другим углом. Все, у нас уже получился другой вариант. Может быть, он будет лучше работать, кто его знает. И таким образом мы можем получать много разных вариантов, и это, опять же таки, экономит нам время. Вот. И последний, насколько я помню, пример именно в этом разделе, это концепт Магдалены Радзей, польской художницы, концепт художника для Shadow Warrior 2. И здесь еще один пример. Это один из боссов, насколько я понимаю. Еще один пример процесса совмещения разных средств. У нас есть моделька, базовая моделька персонажа, то есть в какой-то определенной позе. Насколько я понимаю, это непосредственно сделано в Daz, причем именно как концептер. Daz я бы рекомендовал использовать только для самой базовой постановки какой-то модели, потому что он ужасно кукольный, ужасно деревянный, и потом его надо очень сильно дорабатывать, все эти модели, чтобы получить качественный результат. И вот один из таких примеров. То есть мы видим, что у нас есть какой-то персонаж, а у персонажа сзади все вот эти элементы. И персонаж у нас четко имеет свою позу, все это у нас отображает модель, а дальше мы берем, садимся и за этой моделькой в фотошопе мы начинаем всякие разные сумасшедшие формы рисовать, пока не получим желаемого результата. Далее мы, естественно, проходим все этапы создания концепта, комбинируем, там что-то отбрасываем, что-то добавляем, смотрим уже как оно получается. И в итоге, вот видите, даже базовая поза модели, она потом была изменена, потому что для... То есть это, естественно, так как промо-арт используется, то есть для этого лучше смотрелось в другой позе, с другого ракурса, то есть ей подняли руку, ей разогнули ноги, все, но тем не менее, эта база у нас остается из даза, а вот эти вот все остальные элементы, вот эти руки-ноги, мы дорисовываем уже в фотошопе. И это, опять же таки, очень сильно экономит нам время. Все, и последний пункт, я очень быстро пробегусь, потому что уже мы затянули немного, влияние стиля на разработку концепта. Значит, ну, в первую очередь, естественно, мы поговорим о фотореалистичном стиле, который очень распространен среди все тех же азиатских художников, которым только дай порендерить все до такой красоты именно фотореалистичной. То есть мы вот видим, к сожалению, справа не знаю, кто художник, а вот слева справа это четко, это Санни Юн, это китаец, по-моему, Си Вун Ким, естественно, кореец, то есть, ну, рендер понятен, то есть, но сразу говорю, естественно, это, ну, минимум промо-арт, потому что, ну, корейцы корейцами, естественно, то есть, ему понятно, что, наверное, меньше времени на это надо, раз они этим занимаются все-таки, но оно не оправдывает себя, то есть, вот это качество, которое вот здесь вот изображено, то есть, для внутристудийной разработки оно не надо, вы видели уже по предыдущим примерам, что такого вообще нет, то есть, нафотобашили, отправили моделлером, все, и все счастливы, поэтому это вот такие вот вещи, это, естественно, уже в первую очередь, как элемент презентации игры, когда игра выходит уже, мы показываем это публике, вот у нас такие красивые персонажи и так далее. Едем дальше. Среди студий существует, естественно, своя стилистика, то есть, определенная, ну, есть какие-то, то есть, мейнстримовые стили, которые, ну, объединены среди, там, энного количества студий, а есть студии отдельно, вот со своим уже устоявшимся, выработанным стилем, вот один из примеров, это Blizzard, естественно, да, в данном конкретном случае, это пример персонажей, из Heroes of the Storm, их мобы, и, ну, естественно, опять же, такие мобы, она направлена именно на персонажей, поэтому персонажам здесь очень большое внимание уделяется, вот, то есть, и фотореализм, и вот такие вот, отдельная стилистика, да, в наших реалиях, они встречаются, ну, в минимальном количестве, случаев, а вот наши реалии, это то, что у нас востребовано, то есть, в наших студиях, в 80% наших студий, если мы хотим работать, концепту, то есть, я не говорю, что конкретно этот проект, именно творчество наших студий, но если мы хотим устраиваться, да, работать одето, допустим, в Украине, да, то будьте готовы, что концепты мы будем делать вот такие, то есть, вот такого, и вот такого, тем более, у нас не бывает, разве что, мы все дружно, мы ломанемся устраиваться к нашим соседям в плариум, да, все, ну, геймлофт, естественно, все, других студий, откровенно говоря, которые, так вот, полноценно у них есть серьезные проекты, которые вот такой вот вид имеют, то есть, я вам не назову, не знаю, может, вы мне поможете назовете, вот, и мы все дружно туда ломанемся, туда устраиваться, ну, то есть, наши реалии, вот такие, но я не говорю, что это плохо, то есть, знаете, это, ну, на самом деле удивительно, что существует столько художников у нас, и концептеров в том числе, которые хорошо работают, вот именно, ну, в таком вот стиле, в мультяшном, вот, это сложно, для меня это вообще не подъемный труд, то есть, я мультяшный стиль, я его, не знаю, наверное, никогда в жизни не осилю, вот, то есть, это, ну, требует, естественно, определенного мировоззрения, определенного, ну, художественного вкуса, и так далее, вот, естественно, это имеет большой вес на рынке продукции, и игровой, и, естественно, то есть, как мультяшный стиль, и анимационной продукции, то есть, это здорово на самом деле, но, ну, по своему мнению, скажу, хотелось бы, конечно, ну, небольшого равновесия, то есть, хотя бы 50 на 50, когда, то есть, что у человека есть выбор, там, или пойти, там, мультяшное делать, или, там, что-нибудь реалистично делать, а когда, только мультяшное, ну, для рынка, это не очень хорошо, но у нас такие реалии, или вот так, то есть, это тоже реалии нашего рынка, то есть, ну, смотрите, может быть, я так немного в негативном свете, да, отозвался о мультяшных персонажах, но это требует своего, тоже определенного подхода, у мультяшных персонажей, очень развита мимика, да, и поэтому, очень важно, как концепт художнику, тоже, вот я, кстати говоря, почему это выбрал, вы посмотрите, то есть, у нас есть, допустим, персонаж, дизайн, да, какой-то там костюма, все, мы сделали костюм, мы с этим справились, но, точно так же, как мы смотрели, как разрабатывается у персонажа, движение, динамика, да, все, как он ходит, здесь точно так же разрабатывается мимика, и мимика у персонажа очень активная, поэтому, как в старые добрые времена, диснеевские художники садились перед зеркалом, кривлялись, да, из себя рисовали, все это дело, то, ежели мы хотим рисовать мультяшных персонажей, то мы обязательно должны уметь это делать, мы должны быть готовы к этому, и более того, мы должны быть готовы к утрированию, потому что, очень распространенная вещь, среди мультяшных персонажей, это, вот как вы видите, у центрального персонажа, это утрирование, да, то есть, есть еще более сильно, то есть, это, ну, все-таки, какой-то намек, да, там, на реалистичность, ну, гипертрофированная, вот, увеличенная, там, грудная, да, плечи и так далее, маленькие ножки, почему, потому что акцент, что вот это телохранитель, он сильный, то есть, и это дает нам какую-то идею, то есть, это тоже элемент концепт дизайна, мы, привязываем наше внимание, именно к верхней его части туловища, и, тем самым, подаем информацию, помните, мы говорили, что, когда мы получаем задание сделать персонажа, мы получаем его описание, да, вот, в конкретном случае, да, вот у нас персонаж там сильный, да, вот он телохранитель, что мы сразу делаем, мы делаем треугольник, правильно, то есть, что такое треугольник по форме, у него маленький низ микроскопический, да, и здоровенное туловище, все, это означает, что мы вот этой формой, простейшей формой, мы сразу передаем его суть, и это одна из основных задач, концепт удобный. Так, сюда и сюда. Все, значит, презентация курса, ну, в первую очередь, еще раз повторюсь, как я сказал, то есть, это самый базовый курс, концепт, да, то есть, ежели вы уже имеете какой-то опыт, концептирование, особенно, если вы работали там с какими-то студиями, или там уже с заказчиками, ну, с серьезными заказчиками, то, ну, скажем так, это возможно будет повторением уже той информации, которой вы владеете, но в том числе, опять же таки, ежели вы хотите упорядочить ее, ежели вы хотите, ну, может быть, найти для себя что-то новое, никогда не знаешь, да, то почему бы и нет. Значит, курс у нас будет проходить 12 занятий, занятия эти будут по субботам, я так понял, ну, изначально мы вроде говорили в 11, потом я видел в 12, ну, в общем, где-то там, рано днем. Значит, занятия будут длиться у нас три часа, и будут состоять из двух частей. Первая часть, это лекционный материал, базовый, вся информация по темам, которые я дальше вам продемонстрирую. То есть, это все основное, что вам будет необходимо для того, чтобы выполнять задания, которые вы будете получать. После каждого занятия вы будете получать задания и будете проходить один из этапов разработки концепта вплоть до конечного результата. Это первая часть занятия. И вторая часть занятия, это разбор ваших заданий. То есть, ну, естественно, на первом этого не будет занятия, а на втором уже занятии и на последующих будет произведен, перед этим будет произведен отбор энного количества работ. То есть, смотрите, допустим, у нас в группе 50 человек. Да, но я так беру, потому что так проще считать. 50 человек. Из вот все 50 человек дружно, чего никогда не бывает, выполняют задания и выкладывают его в срок. У меня будет коллега, который будет проверять эти задания. И из этих заданий, из 50 человек будут отобраны им и мной вместе 10 человек, чьи работы я буду разбирать непосредственно на занятии. То есть, вероятнее всего, это будут наиболее такие показательные работы, на примере которых мы сможем разобрать те или иные аспекты концепта, те или иные возможные ошибки. То есть, ошибки это неплохо. Если мы будем разбирать ошибки на занятии, то это на самом деле как раз хорошо, потому что эти ошибки будут озвучены и будет озвучено возможное решение этих ошибок. И таким образом, то есть, это самое главное цель курсов, правильно? Выявить ошибки и решить ошибки. Потому что, когда у нас происходит самообразование, то мы выявляем ошибки в меру нашего понимания всего этого процесса. А когда мы, допустим, передаем работу другому человеку и другой человек смотрит на работу, то он может найти ошибки или проблемы или вообще что-нибудь, на что мы не обратили внимание. и это очень важный и очень ценный опыт. И это как раз тот самый опыт, который мне помог на тех курсах, которые я проходил. Поэтому мы будем разбирать из 50 человек до 10 работ, ну и там дальше 40 человек 8 работ получалось и так далее. В процентном соотношении. На занятии. То есть, никто из слушателей курса без комментариев по работе не останется. Однозначно. Просто остальные работы будут проверены и на них будут даны комментарии в онлайне через трейл куда вы будете загружать все работы. То есть, никакой разницы между комментариями моими и комментариями моего коллеги. Я просто сразу заранее не хочу, чтобы мы фаворитивизм ставили, что допустим, одних один консультирует, других другой консультирует. То есть, ежели у вас есть комментарии на работы, то это означает, что мы коллективно имеем такое видение по какой-то конкретной проблеме и коллективно пришли к такому мнению. И вот таким вот образом будет все это организовано. Большая часть естественное занятие будет посвящено лекции и потом последнее посмотрим, как пойдет по количеству информации, которое необходимо будет давать при разборе работ или полчаса или час из трех часов лекции мы будем посвящать комментариям работ. Ну а теперь конкретно по занятиям. Из чего будет у нас состоять наш курс. как я уже сказал наш курс я постарался даже при том что он базовый я постарался включить в него основные этапы разработки концепта по окончании этого курса естественно вы будете уже готовы непосредственно к работе над концептом как концепт художник это позволит вам в том числе и даже сотрудничать со студиями этот принцип разработки включая или исключая определенные этапы он применяется в студии ну естественно в разных студиях по разному ко всему этому подходят но так или иначе те или иные элементы которые освещены на этом курсе они используются поэтому вы уже будете обладать знаниями чтобы непосредственно получить работу в качестве концепт художника будь то фриланс будь то офисная работа неважно значит первое занятие первое занятие у нас будет вступление работа с референсами силуэт динамичные эстетичные позы форма и контрформ как я уже сказал работа с референсами очень важная вещь то есть перед любым проектом перед любой задачей когда вы получаете допустим задание от геймдизайнера сделать тот или иной персонаж мы всегда садимся и на целый день уходим в гугл уходим в пинтерест и нагребаем себе просто тонны визуального материала для того чтобы максимально получить базу с которой вы сможете дальше работать над созданием того или иного концепта естественно со временем эта база у вас расширяется как я уже говорил чем больше у вас материала визуального тем больше вы экономите времени в самом начале разработки когда вам нужно получить представление о том над чем вы работаете ну и тут уже естественно опять же таки как я говорил скрывается вот это основная цель и основная задача концепт-художника то есть концепт-художник он должен быть образованным во всем то есть если он хочет опять же таки быть успешным он должен знать и историю и архитектуру и оружие и ну все что угодно то есть все это поможет вам в разработке потенциального персонажа допустим да опять же таки вот кстати я очень рекомендую на ютубе канал менед армс обалденный канал если кто-то знает там народ кует оружие вот и на самом деле я вот для себя так вот неожиданно обнаружил то есть я его смотрю не потому что мне для там хотел разобраться да там в процессе производства оружия ну холодного оружия вот мне просто было интересно наблюдать за этим процессом и у них очень красивые в итоге работы получаются они делают оружие из фильмов из игр там из чего угодно ну вот ну вот я уже где-то два года я смотрю этот канал и как-то вот для себя я неожиданно обнаружил что вот недавно занимался делал оружие холодное оружие непосредственно и я как-то на автомате уже для себя представляю что вот там ручка там крепится к клинку там таким-то образом там гарда так идет там навершие так идет там заточка там в одну сторону там острие там так в общем все вот эти вот элементы которые я ну даже не задумываясь то есть я просто смотрел вот этот вот канал они откладываются все равно и это вот один из способов выполнения визуальной библиотеки и вот знаний то есть как концепт художники мы должны с вами перечитать невероятное количество материала то есть если нам дают задание скажем то есть исключая там что-нибудь футуристическое да там ну сайфай какой-нибудь и так далее то есть но хотя даже и здесь есть каноны определенные которые уже выработаны менным количеством лет там производства да на эту тематику поэтому мы все равно мы должны знать и должны вписаться в эти каноны а все остальное допустим базирующиеся на исторических каких-то элементах то мы обязательно мы должны этим владеть мы должны знать если нам не позволяет наша база знаний этим заниматься а мы получили это если мы хотим получить это задание то открываем материал открываем интернет благо сейчас у нас это все можно найти можно прочитать не всему естественно можно верить то есть десятки источников информации надо открывать надо сверять надо проверить потому что там открыл прочитал все это использовал а в итоге оказалось нет оно на самом деле все совершенно не так и все а почему потому что мы не проверили информацию к сожалению достоверной информации в интернете не так много поэтому надо обязательно проверять это все является работой с референсами поэтому то есть даже самые продвинутые художники которые уже там десятки проектов три пола и проектов выпустили все до единого работает с референсами просто у них уже за там и на количество лет работы и десятки папок там на гигабайты материала которые они просто потом уже им не надо искать в интернете они открыли у себя эту папку они там себе сразу накидали определенное количество там работ которыми они хотят вдохновляться которые непосредственно подходят под их тему и дальше уже с этим радость этих специалистов на поиск референсов уходит ну час может быть если у нас нет база референсов у нас на это уходит день то есть сразу можете определить разницу по затратам по времени но значит референс это очень важная вещь дальше у нас есть силуэт силуэт это то из чего мы будем начинать разработку можно смотрите то есть варкты как я говорил в разных студиях по разному кто-то начинает с линии кто-то начинает силуэт а можно объединять все это дело то есть если допустим нам сложно сразу особенно если у нас нет опыта если нам сложно сходу простроить силуэт да мы можем допустим набросать в линиях какую-то там базу до чтобы получить пропорции определенные чтобы увидеть там динамику как мы хотим если нам удобнее в линии дел потому что от пятна далеко не всем удобно работать но потом обязательно нам нужно все это перевести в силуэт потому что силуэт это в первую очередь с чего я начинал собственно мою лекцию силуэт это визуальная база которая позволяет отличить один дизайн от другого до то что мы говорили если мы переведем чужого в силуэт мы узнаем чужого если мы переведем ходака в силуэт мы узнаем ходака и поэтому нам нужно добиться в силуэте такой степени узнаваемости чтобы потом даже при том что мы кучу деталей добавим там цвет добавим если мы это все уберем все равно потом зритель или там потребитель да если как продукта гейм-дизайна или киноиндустрии он сможет опознать что это конкретно этот дизайн этот персонаж а не какой-то другой поэтому силуэт очень важная вещь ну и в том числе формой контур форма то есть мы с вами посмотрим как работает различная форма опять же так если силуэт допустим да вот мы разрабатываем персонажа в плаще да у нас есть голова у нас есть плащ все это кружок и это прямоугольник это плохой силуэт он не будет узнаваемым поэтому вот на этапе то здесь и мы хотим до сделать персонажа в плаще то на этапе нового допустим видите да ну самый примитивный пример да то есть вот здесь вот есть плащ но он выведен таким образом в конкретном дизайне чтобы это был не просто кулочек и прямоугольник до чтобы были видны руки были видны ноги вот это вот внутри то чтобы вот здесь вот видите это называется контур форма вот это тоже очень важный элемент то есть персонаж ну плохо когда персонаж просто каким-то одним пятном нам хорошо когда в персонажи есть интересные геометрические элементы за которые глазу хорошо зацепиться допустим здесь допустим здесь да мы должны создать элементами нашего персонажа такое количество контур форм которая позволит тоже запомните привлечь взгляд к этому персонажу это первое занятие второе занятие тон значит когда мы получили уже свой силуэт мы дальше начинаем его разбивать на элементы начинаем уже постепенно углубляться в детали значит тонн это тональное решение элементарное тональное решение персонажа в три тона то есть в определенном процентном соотношении и там где у нас сразу таким образом выявятся зоны интереса зоны отдыха потому что на персонажа персонажа не может весь создать состоять из там кучей деталей да на нем на тыкана там куча шипов там отовсюду торчат там эти мечи и клинки там все там серо-бура малиновая то есть это плохо это сразу это каша взгляд мечется взгляд не знает за что зацепиться на этом персонажа уже здесь на базе на на этапе тонального решения мы сразу выделяем куда на какую зону мы хотим привлечь внимание на какой зоне нам мы даем глазу отдохнуть и так далее значит здесь уже сразу мы можем расставлять акценты акценты мы расставляем какими-нибудь яркими элементами допустим да если у нас яркий элемент на темном фоне он сразу выделяется он является акцентом и ритмический рисунок то есть опять же таки мы на элементах одежды можем рисунком выделить определенный ритм мы можем элементами дизайна выделить определенный ритм вот рисунком определенный ритм и этот ритм тоже он позволяет глазу двигаться по персонажу то есть переходить от одной зоны к другой зоне и разберем понятие как симметрия и как такое понятие как симметрия и ее часть асимметрия это второе занятие анатомия анатомия это то есть третье занятие на анатомии значит это вообще я основополагающая вещь любого концепта персонажа и в том числе между прочим и монстра и существа чего угодно то есть любого живого существа анатомия она очень важна потому что если мы не знаем анатомию если мы не знаем основные пропорции и если мы возьмемся делать какого-то персонажа то у нас получится ну пародия на персонаж значит я на анатомию выделяю два занятия специально то есть и даже несмотря на то что скажем если мы не разбирались в анатомии вообще из нуля вот взяли там и за два занятия прослушали определенную информацию мы ничего не поймем в анатомии мы ничего не будем не знать анатомия это исключительно практика мы и я в том числе я до сих пор рисую в качестве разогрева перед работой да там десятки разных положений рук динамические позы прорисовываю мышцы разбираю потому что с разных углов в разной позе разные мышцы будут по-разному сокращаться растягиваться это все дает различные формы и это мы разберем я дам на этой лекции основные мышцы скелет мы ну так по минимуму затронем то есть совсем глубоко я не буду все это разбирать но основные мышцы мы разберем как они себя ведут что сокращается что не сокращается что куда крепится что работает при определенных движениях это мы обязательно должны знать когда мы с вами то есть куда ты кто общем денег хотят не давай сюда по отлично значит и мы разберем таким образом как какие мышцы работают а дальше уже это будет вашей задачей уже без меня если вы захотите разбираться причем неважно концептеры вы модели рывы особенно если вы модели рывы можете видеть что здесь это модель да и для моделлера не менее важно чем для концепту ложника знать анатомию потому что когда у модели ты допустим там если это одежда да это одно дело то есть мы поставили основные пропорции все все остальное мы закрыли одеждой если у нас скажем какой-нибудь варвар который там по пояс голый да то хочешь не хочешь в анатомии мы должны разбираться мы должны знать как его мышцы корпуса и где что куда как работает ну вот кроме того мы разберем что что ты хочешь изменить упрощенный сохранить не ты не выводить мы разберем виды телосложения то есть ну если кто-то занимался бодибилдингом или ну просто вникал в это дело то знаю что есть три вида телосложения основных вот мы их разберем то есть и когда мы разрабатываем персонажа мы опять же таки должны обращать на это внимание у нас не просто там какой-то стереотипный персонаж да а если мы делаем там сильного персонажа да мы увеличиваем акцентом на определенные мышцы то есть мы делаем этот ну треугольник как я говорил то есть мы должны знать какие мышцы увеличить какие формы мы можем с помощью этого получить там где какой объем допустим там ту же трапецию да вот здесь вот мы сюда вот поднимаем все это уже так это ну там быщая шея до то есть или ну там условно говоря без шеи да то есть когда вот есть голова а от шеи вот отсюда уже трапеция идет то есть она вот так вот закрывает мы должны знать что это именно трапеция что она сюда приходит она доходит до дельты куда она там прячется и так далее то есть если мы хотим этим оперировать и мы хотим с помощью анатомии тоже разрабатывать персонажа мы должны естественно это знать значит на третьем занятии мы разберем с вами анатомию туловище а на четвертом занятии мы разберем анатомию конечности ноги руки все это тоже там куча мышц особенно кисти рук то есть это вообще головная боль по моему любого художника как рука держит какие-то предметы то есть как тот же посох держать это куча референсов опять же должна быть я уже насобирал я вам тоже могу принципе потом скинуть эти материалы вот референс они вас тоже будут из этих референсов вы можете порисовать потом посмотреть с разных углов как там допустим рука если там что-то она держит да как она вот с этой стороны выглядит если с этой стороны с этой стороны вот это вот как пальцы располагать как пропорции правильно соблюсти это все очень большая головная боль я вам сразу скажу поэтому то есть здесь только практика и кроме этого так как конечности ну на два часа грубо говоря их не хватит не он то поэтому я хотел бы добавить здесь еще вступлением в дизайн одежды то есть самая базовая будет информация да по потому как менялся подход к дизайну одежды до к стилю одежды да вот на протяжении веков от чего мы начинали к чему мы в итоге пришли и если допустим мы хотим получить тот или иной дизайн чтобы мы знали в каком веке искать необходимые нам референции потому что вот недавно я хотя нет ну не так недавно в общем разрабатывал я тоже персонажа вот и нужно было мне дизайн элемент дизайна найти вот я приблизительно себе представлял что это где-то там 15 век до платье полез пятнадцатом веке искать этот на том же пинтересте очень полезная вещь то есть просто воином fashion там 15 15 сенчери вот и вам кучу картинок сразу вот этого века вот по платьям по всему то есть вот что тогда носили покрутил поискал не 15 век не нашел 14 век пошел через 14 искать 14 тоже не нашел пошел 16 но 16 уже нашел то что мне нужно ты таким образом то есть если вы не имеете хотя бы базовое представление о том в каком веке что было модно что использовали и потом вы разрабатываете допустим концепт и вам нужно непосредственно вы просто для себя вы не обязательно вы хотите разработать персонажа который живет именно в это время а вы просто вот там допустим любая альтернативная вселенная но вы себе для себя представляете что вы хотите именно этот дизайн вы пошли в тот-то век нашли все примеры для себя и уже разрабатываете необходимый вам дизайн едем дальше постановка итоговой позы занятия 5 то есть мы уже определились с силуэтом мы определились с тональностью теперь мы приступаем к проработке элементов у нас есть line у нас есть ну видите вот простая заливка то есть но в войне мы прорабатываем уже все детальки мы можем уже увеличить разрешение да то есть до этого все вот эти силуэты все это но микроскопическая вот такой потому что оно должно читаться в очень маленьком виде потому что опять же представьте себе допустим мы разрабатываем там его нибудь концепт скажем мы налепили там кучу пуговичек красивых там всякие мелкие элементы там застежки все очень здорово мы вот в таком здоровенном разрешении там шесть на шесть тысяч там пикселей мы это все смотрим все это классно здорово а потом оказывается что у нас игра ну допустим нам что-то вроде диабло да которая вот такой микроскопический персонажик там бегает и мы на него в три четверти смотрим сверху да где у нас будут все эти пуговички у там вот где-то внизу которые вообще никому не видны поэтому то есть здесь тоже очень важно подходить вот к этой проработке элементов дизайна то есть мы должны сразу представлять какой проект на какой проект мы работаем то есть как мы будем то есть или это у нас будет там от третьего лица где у нас спина во весь экран да где мы все эти застежки будем видеть или у нас вот такой микроскопический персонаж будет для нам самое важное силуэт и вот почему мы в таком маленьком виде работаем силуэтом потому что если у нас допустим там на миллиметр выступает куда-нибудь там из контура силуэта и мы это видим в размере 6 на 6 тысяч пикселей да то когда мы из него сделаем у такое то естественно это все будет просто шарик поэтому очень важно чтобы мы сразу в маленьком размере смотрели на силуэт чтобы у нас он читался обязательно и дальше мы уже если это необходимо если нам позволяет проект мы приближаем и прорабатываем то количество элементов которые нам нужно вот и здесь в этом занятии я специально сделал вот этот вот последний раздел именно для тех слушателей курса которые придут с 3d шнава курса это создание концепта на основе 3d болванки то есть это то что я рассматривал на лекции на докладе на своем это альтернативный подход к работе над концептом да то есть если вам удобнее мы не опускаем вот этот я подхожу к этому как вот к вам как к 2d художников то есть что у вас есть четко 2d база и мы исключительно по 2d работаем все но ежели мы 3d художники ежели мы владеем 3d пакетом каким-нибудь а в данном конкретном случае у нас будет 3d код или же там zbrush или даз или ну что угодно где вы можете поставить персонажа поставить его в необходимую вам позу и тем самым с икон то есть если вы можете соблюсти пропорции при создании а в чем прелесть того же да за или 3d код что там есть базовые модели заряденные которые вы можете там подвигать в нужную вам позу вот или там zbrush и если вы способны быстро в нужных пропорциях вам набросать эту болванку не то таким образом вы можете сэкономить себе время опустить весь вот этот вот процесс вырисовывания всех вот этих вот мелких элементов там в линиях и так далее вы сделали себе болванку поставили ее в нужную позу отрендерили или же опять же таки в чем прелесть нас как 2d художника или даже рендерить не надо просто скриншот сделали экрана где у вас стоит уже эта болванка перекинули это photoshop и photoshop и поверх уже готового нашего тела мы можем рисовать определенные элементы дизайна вот с этим мы поработаем то есть я хочу чтобы вы попробовали как это вообще происходит но дальше продолжать мы будем естественно то есть как я уже говорил именно подход как 2d ников то есть это просто вам как альтернативный способ разработки концепта дальше шестое занятие это у нас будет теория цвета все что связано с цветом опять же таки базовые тезисы потому что цвет теория цвета это такая обширная вещь которую тоже в том числе и на практике и в теории это все проходит комбинации цветов палитры всевозможные то есть все это дело это ну одним занятием скажем так это не разберешь и на примере там одной-двух работ это тоже не разберешь это исключительно на опыте то есть вы смотрите что работает что не работает ну естественно на базе там определенных принципов да уже выведен вот об этом обо всем мы с вами поговорим их результат вы разработаете различные варианты цветового решения вашего персонажа для того чтобы получить итоговый его вид значит седьмое занятие это освещение портрет эмоции и мимика портрет как один из основных элементов дизайна персонажа то что я говорил даже будь персонаж в шлеме в маске как угодно у нас обязательно должен быть портрет этот портрет тоже нам желательно разработать в нескольких вариантах потому что если мы работаем на заказчика если мы работаем студии то одним вариантом естественно мы не отделаемся нам нужно кучу мы концепт-дизайнеры мы генераторы идеи и мы должны показать как можно больше разных вариантов почему потому что в с первого варианта никогда ничего хорошего не получается то есть нам нужно посидеть нам нужно подумать нам нужно попробовать поиграть с формой и в итоге где-то там на шестой на седьмой на восьмой раз а может быть что-то скомбинировав мы можем получить оптимальный вариант потому что ежели мы думаем что вот я сел у тебя первый раз сделал мне нравится все классно мы себя не уважаем потому что мы способны на гораздо большее после определенного количества подходов каким-то образом мозг начинает активнее вырабатывать идеи и таким образом мы можем получить более качественное решение вот кроме того эмоции и мимика это вот то что я говорил в мультяшных вариантах но тем не менее то есть это как средство отображения характера персонажа да то есть если мы хотим показать что персонажу имеет такой-то определенный характер мы это можем показать с помощью мимики то есть допустим у нас есть там покерфейс до стабилю про простое лицо и рядом мы можем там дать определенную эмоцию скажем то есть и тем самым показать эмоциональную сторону этого персонажа ну и освещение естественно то есть я расскажу тоже об основных способах освещения персонажа мы говорили с вами о том что в концепте лучше самое базовое освещение использовать и не перебирать с количеством источников света мы с вами поговорим вообще все освещение она идет из фотографий то есть все способы освещения из фотографий и из киноиндустрии да то есть тот же там контурный светом боковой вот этот свет это вот все оттуда идет и мы в концепт-дизайне просто этим пользуемся потому что мы по сути мы на бумаге в 2d мы изображаем то что ну потенциально в 3d да то есть мы иллюзию создаем вот и поэтому чтобы мы могли создать качественную иллюзию мы должны пользоваться принципами которые уже задолго до нас устоялись и мы должны в них разбираться вот это мы разберем на седьмом занятии на восьмом занятии у нас материалы без них никуда я думаю все знают эти текстурные шарики вот обязательно мы их с вами порисуем то есть материалы это очень важная вещь одно дело это когда вы можете просто взять какую-нибудь фотографию текстурки налепите фотошопе там подмазать где-нибудь и сказать вот все у меня такая текстура а другое дело чтобы работать с этой текстурой вы должны знать как ведет себя свет как ведет себя цвет с ней какие тени отбрасывает элемент определенной текстуры вот все эти моменты мы с вами разберем и обязательно то есть когда вот допустим на у нас есть вот такая вот текстура это вот стекло то есть или же тоже там жемчужина какая-нибудь что угодно обратите внимание тень у нее отличается тени которую отбрасывает вот простой твердотельный элемент и обязательно то есть если мы делаем какой-нибудь там чашку да допустим или бутылку вот кстати говоря никому не видно тень в мою сторону идет вот но вот здесь вот и там кто захочет посмотрите потом то есть здесь яркий элемент есть потому что бутылка прозрачная свет проходит через воду это целая физическая теория то есть мы в это конкретно конечно вдаваться не будем но то есть лучи света когда проходят они преломляются отражаются от стола и так далее на них действует материал стола еще потом отражаются обратно на бутылку на бутылке еще создают блики в общем можете представить что это куча всевозможного материала и вы это все обязательно должны учитывать когда вы работаете с материалами одно дело когда вы какую-нибудь деревянную дровиняку там отрисовали да все все счастливы а другое дело когда у вас вот такие сложные материалы и вы обязательно должны иметь это в виду как с ними работать 9 10 занятие это итоговый рендер здесь у вас уже будет основная база знаний у нас у вас уже будет персонаж в линии все будет уже все детали будут подготовлены все будет отлично и вы изучите основные текстуры которые причем когда мы будем изучать текстуры большую часть текстур мы будем разбирать именно тех которые будут использованы у вас в персонажах и далее мы приступаем к итоговому рендеру а постепенно я вам расскажу тоже как как я работаю с рендером расскажу как альтернативные варианты подхода к рендеру какой вам больше понравится опять же таки это исключительно собственная практика то есть вы попробуете одно потом для себя дома там вы попробуете другое что вам больше понравится то и будете использовать я например я красил после курса в одним способом потом я поработал в киевской студии в прошлом году у них другой подход вообще в студии на к рендеру вот и для того чтобы опять же таки мы вынуждены подстраиваться да то есть для утверждения определенных этапов работы я вынужден был непосредственно перейти вот к их подходу к рендеру я это попробовал и даже после того как я ушел из этой студии я до сих пор для себя я продолжаю рендерить именно этим способом потому что мне понравился и он не подошел поэтому для себя вы тоже посмотрите попробуйте понравится значит будете так не понравится будете по-своему делать то есть это все исключительно опыт методом прод проб и ошибок по собственному и далее 11 занятие предпоследнее это ты поза так называемая то есть теперь мы уже подходим к разработке вот того самого так называет будьте здоровы так называемого концерт щита да то есть материала для наших коллег для 3d шников которые по вашей работе будут делать модель то есть принципе по большому счету сейчас уже ты поза это ну такой атовизм небольшой то есть сейчас уже в студиях 3d художники 3d моделеры научились делать модели по виду спереди виду сзади не обязательно ортогональному да все понимаешь такой ортогональный спереди то есть можно под углом под каким-то то есть но главное чтобы было были видны элементы те что спереди были видны элементы те что сзади то есть у них уже у 3d шников если у них есть определенный опыт работы с этим у них есть своя болванка которую они подстраивают уже по пропорциям под конкретного персонажа и на ней поверх нее уже добавляют элементы конкретного концепта которые вы им даете поэтому ты поза вот такая она ну уже далеко не обязательно но есть некоторые студии это опять же таки зависит исключительно от пайплайна конкретной студии кто-то привык работать таким образом поэтому вы должны быть готовы что кроме допустим какого-то ну там в три четверти до позы вы должны будете разработать вид спереди сбоку вид сзади расположить это но обращаю ваше внимание что так как мы говорили рендерить это уже совершенно не обязательно более того я бы даже сказал что в некоторых случаях даже красить не обязательно то есть достаточно показать геометрию достаточно показать где какая форма как располагается на всех видах на всех ракурсах и все 3d моделлер может приступать к своей работе и кроме этого разработка пробцев то есть элементов которые идут вместе с персонажем да если допустим персонаж с оружием мы можем разрабатывать оружие отдельно если персонаж с мечом то меч разных форм да если ну вот как вы видели показывал пример этом гранаты разной формы показать это все ведь обратите внимание мы в силуэте не только персонажа разрабатываем все эти элементы мы тоже разрабатываем начиная силуэта потому что силуэт это ключ к читаемости поэтому мы садимся и точно также оружие допустим мы берем какую-нибудь там базу оружия да скажем там м4 условно говоря да у нас мы обрисовываем силуэт этого м4 дублируем его и начинаем поверх лепить всякие разные другие формы то есть получаем одно количество вариантов просматриваем их выделяем из них понравившиеся нам элементы комбинируем это все вместе получаем итоговый концепт оружие поворачиваем его в нужную нам перспективу относительно нашего персонажа и делаем итоговое оружие то есть это вот например то как у меня вот вот оружие сделано то есть вот к этому оружию у меня было 6 ну 6 потому что я не хотел углубляться в дизайн 6 разных вариантов силуэтных которые потом я поковырял разделил на части собрал это все вместе а ну кроме того кроме этого оружия у меня еще одного оружия было еще шесть вариантов и еще снайперской винтовки еще было тоже 6 вариантов это все через силуэта делалось потом это все вместе собиралась и вот это вот какой-то результат получился то есть это все потом вырисовывается ставится в перспективу и получаем результат то же самое в принципе с посохом на посох здесь я не заморачивался в принципе не не вел поиск у меня конкретно уже сразу форма была то есть идея вот поэтому хотя тоже потом с навершием посоха он у меня потом через на количество разных вариантов прошел то есть тут тоже как бы без этого не обошлось вот и точно так же то есть с любым другим элементом с пистолетами с гранатами с ножами с чем угодно то есть если вы хотите получить качественный дизайн если вы хотите добиться ну какого-то значительного результата хотите вы не хотите но нужно посидеть поработать над формой над силуэт ну и когда мы со всем этим справимся у нас 12 занятием итоговая итоговый просмотр а вот те кто дотянут качественно до этого занятия и смогут выложиться будут иметь вот такой вид это я по себе знаю ощущение именно вот такое то есть сразу могу сказать потому что когда спустя вот это это у нас если занятие в неделю и 12 занятий это больше чем два с половиной месяца где-то то есть вот после двух с половиной месяцев вот этих трудов мы получаем законченный результат мы садимся сюда в кресло и мы смотрим его на большом экране это здорово то есть все абсолютно работы мы будем просматривать мы сюда это все выведем вот разберем где плюсы где минусы что хорошо что плохо вот если кто-то не успел допустим там получить эти комментарии в процессе занятий ну вот ну и собственно на этом закона